Трансляция пошла. Всем привет, с вами снова Ash. И сегодня у нас World of Warcraft. Игра, которая у нас достаточно редко появляется на нашем Twitch-канале, несмотря на то, что мы вроде как MMO-портал, да? Warcraft, наверное, самый популярный всех MMORPG. Сегодня со мной Глена. Привет всем. И Адюкас, Адукас, не знаю, как вы их читаете, серьезно. Не надо его читать, всем привет. Вот, и сегодня мы займемся тем, что начнем прокачку ночнорожденных. Но для этого сперва нам нужно пройти задание вступительное. Насколько я слышу, что оно достаточно интересное для тех, кто интересуется лором. Служи мне преданно, и тебя ждет назад. Вот, там даже Аллерия замешана. Ну, посмотрим, что там будет. Все это только начало. Еще мы сегодня начнем создание персонажей и начнем их качать. Именно на начало рожденных, и именно на заданиях и квестах, а не на системе подземелий. Ну, поиска подземелий. Потому что Blizzard изменили прокачку в Warcraft, а теперь больше нет привязки локаций к уровням. Вроде бы. Да, нет. Хоть они и рисуются. Там написан список локаций, в которых нет привязки. Но я не особо смотрела, но ходу там в большинстве. Ну да, ферлаласис можно с 35 по 60 уровень качаться. Ну да, то есть приказки есть, но видите, как-то на 20 уровней привязочка. Вот, в общем, должно помочь исследовать мир проще, чем раньше. Раньше как-то приходишь, да, заканчиваешь там первые нубы квесты, приходишь, и тебе такие... Ну, ты сейчас, короче, в Дуротаре, ну, давай-ка, быстренько, я не знаю, в Селитус летай. У тебя там ни такси, ничего, и ты такой, ааа, как я должен туда попасть? Ну, уже давно, кстати, прокачка более-менее линейная. Даже есть порталы, в некоторых... Например, в Пиратской бухте есть портал, который тебя ведет в западную чуму и землю. По квесту. Возвращиваю на вас. Не возвращайтесь, пока Сурамар не присягнет. Посекунечка, я чатик тоже себе настрою. Встретимся в резиденции леди Талистры в Сурамаре. Вам твин кошмот нужен? Если Аня будет монахом, то нет, а... Да. У меня почти на месте есть. У меня на монаха есть все. Да, я не пристал, у меня все есть вроде. Ну, я пошел себе Дагерак покупать, хочу... Ты Рога будешь? Да, не хочу, хочу, хочу не в Комбате покачаться, хочу в чем-нибудь другом. Я вот тоже думал, у Рога прокачаться, но ладно, если ты будешь. Да нет, но я могу на Ханде, мне без разницы. Я вот думаю, проблема в том, что у Сурожденных очень странный бонус расовый к урону магии. То есть, как бы, выбор класса, ну, реально, очень плохой становится. То есть, ты, по идее, должен брать мага, либо Влока, либо так далее. Но маг у меня есть, видите, да? Я за него играю сейчас. В итоге, как бы, Ла-Локом я не хочу. И вопрос, типа, и что мне делать? Так, ладно. А сейчас еще не ясно, кто лучше, Крист или Монах, да? Нет, конечно. То есть, этого бонуса ничего нету. Все еще дополнение скиллов мы не знаем. Да и ПТР, даже когда ПТР откроется, мы не будем знать до конца, до релиза. Так, что делать надо? Ночнорожденные. Стоять, если Лилия Дринка вместе с первой человеком в Сурамаре. Вперед. Как бы, мага я не хочу только скачать второго, потому что, ну, если мне понравится маг, я просто этого... Если я прям очень хочу, чтобы он был ночнорожденный, я просто вот это у нас минимум расу, и все. Вот. Я могу коровку за вара покачать, если хотите. Да, наверное, нужен танк, все равно, в любом случае. Только вопрос, кто им будет. Потому что я, может быть, тоже варом сыграю, не в большом удовольствии. Ну, явно не я, ребята. Ну, просто видишь, варом выгодно играть за Таурена, потому что у них второй чардж будет. Ну, не знаю, расовый чардж и уменьшение получаемого урона, вроде бы. Вот, наверное, чардж, как скилл в этом, в сюжетке. То есть, ты просто бежишь перед собой и всех бьешь, нет? Не знаю, я еще не проверял. Если так, то это так себе скилл, мне кажется. Если он реально просто бежишь и бежишь перед собой, нельзя прервать его. То он дерьмом как-то выглядит. Надо проверить. Да, я, по-моему, даггеров нет, единственное, что проблема. Ни даггеров, ни одноручек. Надо посмотреть. Выключить рогу. Опа! Если оказывается теперь игрушка за 10 тысяч, я сейчас куплю две штуки. То, что у нас вся... У меня будет вся полетка изучено. В смысле? Ну, в прямом. Покупаешь игрушку у тебя, у скиллов... У... Телков автоматически получится полетой. Да-да-да. В разуме? До 10 тысяч? Да, я купил и добавил ее в коллекцию. Окей. А зачем две? Ну, потому что одна Азерот, другая Календо. Что-то у меня легион медленно грузится. Без создата. Все стрём. Ну, ладно. Так, мне нужно в поместье Талисры. Как мне нужно побыстрее попасть. В поместье Фланар. Вам порядка в поместье должна быть Фланар. Лунет. Вечная Луна. Порядка. Да-а-а. Пострема без Созда, конечно, загрузка Варкрафта такая... Долгая. С другой стороны, у меня Созда просто не выдержит Варкрафта. Сколько там? 90 гигабайт сейчас? Победите, скажете. Не надо. Не могу я столько. Без, конечно. Не, без Талисры, но намного быстрее водится. 100%. Как это вообще-то соотносится? У меня в Таларане только такие проблемы, кстати, возникают. Не, а я вот Суромар помню. Там остальном нормально. Не, Суромар не. Так, в стилище порядка. Теперь надо отсюда свинтить наверх. Знаешь, Суромар? У меня, к сожалению, не так активно играл в Легионе. Поэтому у меня флэймаунты не открыты. Несмотря на то, что репт прокачан там несколькими разами. Вот. Я же близ двух слов, чем там Легион закончился, а то я забил на изобранном сне. Легион закончился тем, что... В общем, вперва создали этого... То есть, Нару воссоздали, да? Первую. Вот. И прилетели на Аргус. Это иллюзия. Планету Дренейф. Вначале. В общем... Это Нару такая, типа, говорит. Иллидан, давай мы с тебя сделаем воина света, короче. Будь, типа, супер крутым чуваком, прям, который будет убивать демонов на изи. И так далее, и тому подобное. Она сказала, нет, не хочу. Я, типа, хочу быть свободным дальше, типа. Не хочу быть рабом твоим. Планка. Ну, тебя никто не спрашивает, короче. Вот. И он ее берет, на глазах у Триллиона, у Велена. И у всех остальных берет, просто убивает ее. Такое, типа... Я буду, типа, охотиться на демонов, но буду делать это по-своему. Вот. Далее идет битва на Аргусе. Там Триллион, Аллерия, все дела. Армия света. Вот. И... В итоге... Я уже плохо помню. По-моему, Антор, оказывается, что в руках Саргераса души всех титанов Легиона. Причем, один из них уже даже к нему... Всех титанов вообще, да? Один из них даже к нему уже присоединился. Он поработил его. Скажи даже, кто из них. Их имена пофигово помню. Хоть и прошел. Агромар, вот. Он уже к нему, типа, присоединился. Все дела. Вот. Но потом ты соблюдаешь их все души. И они тебе помогают, типа, боются новым титаном. Это иллюзия. Который вот на Аргуса. Вы его побеждаете, типа. И тогда, оказывается, что Саргерас все это время был рядом. Все титановы берут, засасывают, короче, в свой вот такой, ну, в свой трон, да? Он, типа, выбиться не сможет. И, типа, или Данкс говорит, а я в том, что он сторожит. Не на этом секунду. А, ну, перед тем, как его засосали, он успевает, типа, ну, он, типа, разберется в планету. Он берет просто на планету, в свой меч кидает, короче. Ну, пронзает мечом в планету. И как раз это стоит аркой к следующему дополнению, потому что из раны, которую нанесут, как-нибудь титамные планеты, да? Пошла кровь позорота, так называемая. С каким-то прям умру, столько элитов на игру. Ну, в общем, элитан остался осторожить, короче. Саргараса? Вместе с остальными титанами. Это иллюзия, что ты скрываешь. Кто ты? Наша мать закружит тебя. Значит, реально умру. Я, ну, изи, кстати, закончила Суромар. Я-то прошел Суромар, мне нужно поговорить с Александром и до флаймаунта, поэтому у меня мучительнее через весь город надо бежать. А, ну да, без флаймаунта там. Причем, через район, в котором, короче, элитки. И ты еще не хил, короче. Нет, там тупо элитки, короче. Я бы их шоттал просто, они элитные. Все, каждый. Отмазки какие-то пошли. Да, я тоже думаю, отмазки. Вы можете прилететь, взять меня на флаймаунту двухместного и отправить. У меня нету, мне осталось. Ты бесполезна. Ты бесполезна. Не, не, ничего не знаю. Экономить время. Я проснулась, все расставят. Так. Так тебе нужно было в ее дом просто прибежать, нет? Так я пытаешь. Оттуда тп есть. У меня нету. Ты не открыл все тп? Ну, вроде у меня нету. Я у него дома ни разу не был. По квесту ты был. Вроде нет. Некуда класть. Зуб даю. Под виноградниками. Да, можно было на винограднике, потому что это единственное что. И на пире упасть. Да ладно. У тебя даже тут сумка засранная. Подумаешь. Что-то тут не так. Все странно сделано. То, что, типа, нету инстанса, типа, что уже с Урамарой все хорошо, а все так же бежишь по городу, в котором куча противников. Типа фазирование не туда срам. Да, 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 вот не да. Они-то прикольно. Не, ну типа, что город был освобожденный. Просто пока как он выглядит освобожденный. Чтобы фармить дальше. Ну, так только на этот власть-то имею в виду. Так, нет, я тут не прибегу. Иди-ка сюда. Отвези меня, пожалуйста. 800 долларов. Ну, что тебе не дать? Да, я прилечу. Ты же девушка, по-моему. Что-то тут не так. Что-то тут ничего не может говорить. Это мне аукность. Да, естественно. Это иллюзия, что тут не так. Это иллюзия, что скрываешь. Это иллюзия, что скрываешь. Что-то тут не так. Что-то тут не так. Катя, заметили? Не знаю. Я навряд ли это заметила. А Докат, заметили, что Армари перестал нормально работать? Да, он постоянно как-то лагает. Не, не в этом смысле. Я вчера зашел на своего персонажа, просто посмотреть его в Армари. У меня почему-то ачивки показываются только с этого персонажа. Зарейдовые. А типа те рейды, которые загорел другими персонажами, мне не показываются в прогрессе. То есть раньше как? У тебя на всех персонажах показывается... Достижение общее. Общее достижение рейдов, да? Ну, грубо говоря, да? У меня в катаклизме пройдено там. Почти все пройдено. Вот. Ну, хотя бы там нормальная гиря. Вот. И суть в том, что если зайти сейчас вот этого моего персонажа пробить по Армари, то там просто ничего. Типа ноль. Варкрафт Локс, в тебе помощь. Не, ну это понятно. То, что Армари перестали нормально реально. Тем более, кроме того, еще на Вармари не зайти вообще никак. С официального сайта. Ну, типа по кнопкам надо писать просто, ну, как бы строковую адресную. Персонажа конкретного. Что-то они вообще ее убрали. Армари. Так, куда тебя, из Шаломара забрать? Меня из... Да, я тебе просто город подам? Ты все убедишь. Вечная песня. Где-то там. Эй, далеко еще. Эээ, такой город классный в кавычках. Что-то тут не да. Нам нравится взгляда. Да. Ну, по нему, как бы, навигация вообще ужасная. Уйди. Давайте отсюда просто портанусь. Нет, отсюда просто так спущусь сюда. Наверное, так быстрее будет. Давай глину заставлять каждый квас читать. Чтобы она лор поняла, хотя бы ножество. Так, мне в поместье лунархов, да, надо? Сейчас, может, тут проспущусь сам. Да я уже в поместье лунархов сейчас оттуда тебя заберу. Нет, в поместье лунархов, в другая сторона города приеду. Сумеречная стража заняла багровую чащу. Отправь иссохших в атаку. Мы враги, не правите мира! Шмолеты по карте. Ладно. Там тоже вроде поместил лунархов. Понял. А ты летать, что ли, не умеешь? Нет. В дреноре. Так сделай квест как-нибудь. Да мне уже не надо. Чего бы. Желегион, все. Ну, тогда надо. Для галочки. А там раздевал. Типа, в рейдах полеты не нужны. На... Да я же сам, короче, добрался. В этом... В рейдах полеты не нужны. В... Какого там... На Аргусе полеты не работают. Гарринцы. Все, наконец-то. Я добежал. Леди Леодрин, приветствую вас. Я рада снова видеть вас в Сурамаре. Особенно в нынешних обстоятельствах. А я рада, что ваш город снова свободен. Без вашей неоценимой помощи это было бы невозможно. Именно такие союзники, как вы, помогли Орде одолеть Легион. Когда я впервые услышала об Орде, мне показалось, что мы не сможем найти общий язык. Я думала, что мы скорее сблизимся с нашими сородичами из Калимдора. Но просчиталась. Чародейка Талисра, я помню, на чьей стороне твой Орден был в Войне Древних. Откуда нам знать, что ты не предашь нас и не станешь новой Элисандой? Или Асшарой? Мы не будем рабами Ночного Колодца. Мы изгоним Легион из Сурамара и положим конец Тирании Элисанды. Колдорай будут сражаться, пока Легион не падет и Колодец не будет разрушен. А дальше Элуна укажет нам путь. В общем. Похоже, мудрость Элуны затуманила разум Тиранды. Что же, опять во всеми надо Тиранда? Да будет так. Она относится к тем же презрением. Но пока ее сородичи отсыпались в норах и прятались в лесах, именно мой народ защищал Азерот. Альянс отгородился от мира непреодолимой стеной. Мы же больше не хотим жить в изоляции. Поэтому я признательна вам за приглашение в Луна Свет. Я бы хотела узнать, найдется ли в вашей Орде место для ночнорожденных. Грубо говоря, типа это пошло для союза к Ленцу, а Тиранда ее отшила, нормально. Минус союзник, плюс союзник Орде. А на месте этого Альянс отрина бы такой, Тиранда, иди сюда, сейчас я казню, короче. Кус-кус-кус. Мы можем отправляться в путь. Я готова, леди Леодрин. У Акулета есть координаты вашей столицы. Я возьму с собой сил Грина и Вольтруа. Встретимся в Луна Свете. Если они могут так портоваться в любую столицу, то, короче, почему нельзя просто армию не портануть целую армию сразу в центр Штормграда? И все, я на этом ГГВП как бы. В тронную комнату причем. Чтобы сразу убить. Андуину за спину. Да, 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 да. Прямо такой. Знаешь, отряд просто Орков с Андуину за спину. Здравствуйте. Как ваши дела? Не хотите поговорить о Боге в нашем трале? Другой стороны, маг может на портал и ставить, что-то типа круто. Что, Арканмага сделал себе? Да, Арканмага сделал? Ладно. Леди Леодрин, рад вас видеть. Как вы могли заметить, у нас сегодня необычная гость. Рад вас видеть. Лорд Эмар, я бы хотела обсудить с тобой один очень важный вопрос. Наедине. У нас не должно быть секретов от союзников. Длин, какой у меня никуда у ТВНК? Чтоб денег скинуть ему. Я Клинок Света. Шарель Аранд. Леди Таллистра, уважаемые гости. Добро пожаловать в Луна Света. Мы рады, наконец, посетить ваш чудесный город. Благодарю вас за приглашение, лорд Регент. Прошу, зовите меня просто Лорд Эмар. Кстати, совсем забыл. Позвольте представить Леди Аллерию Ветрокрылую, героиню Луна Света. Это честь для меня, Леди Ветрокрылая. Силгрин рассказывал о ваших подвигах на Аргусе. А для меня честь познакомиться с вами, первая чародейка. Впрочем, не буду вам мешать. Пожалуй, вернусь позже. Вздор. Что бы ты ни хотела сказать, сделай это перед нашими гостями. Как пожелаешь. Верховный король Андуин Рин предлагает... Я-то надеялся, что ты просто соскучилась по Луне Свету. А ты явилась просить за мальчишку Короля Альянса. Я разочарован. Какие серьезные слова, лорд Эмар. Ты их сам придумал? Или просто повторяешь то, что приказывает твой вождь? Ты сомневаешься в моих словах, но можно ли верить твоим? Не ты ли покорилась повелителем бясны? Что они нашептывают тебе? Что ж, похоже, мое предложение было взвешено и отклонено. Но прежде чем я уйду, позволь кое о чем попросить. Я тысячу лет не видела солнечный колодец. Можно мне взглянуть на него хотя бы раз? Не думаю, что мы можем ей доверять. Вдруг она... Что бы ни случилось с Алейей, Она остается дочерью Кельталаса. Я не могу запретить ей посетить нашу святыню. Первая чародейка. Я буду рад, если вы присоединитесь к нам. Для меня честь увидеть солнечный колодец, лорд Эмар. Кстати, друзья обычно зовут меня Талисрой. Роман, открой портал, пожалуйста. Сидите за мной. Полностью. Предательница. Из-за мужика ушел в другую фракцию. Идиотизм Нэдборнов. Ну, с другой стороны, они реально похожи на Балдельфа в своей истории, да? То есть у них уже колодец. Тоже они были другой фракцией во Римвайна Древних. Все такое. Солнечный колодец был осквернен врагом. Но жертва Нару очистила его воды. И теперь свет поддерживает нас. Тем более так, Лиан, с удаля. Солнечный колодец изменился. Но все так же прекрасен. Что происходит? Вот почему мы изгнали Убрия и его радикалов. Все, кто связан с вестной опаской до солнечного колодца. Я не хотела ничего подобного. Довольно. Избавимся от конча, пока она не поразила колодец. Силгрин Бальтуа, помогите лорду Регенту. Хм-хм-хм-хм. Серьезно? Кэпболит Я нашел вместилище. Пощадите холодец! 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 Водички выпить! Я однажды екала полдня где-то. У меня же плохо было, уже живот болел. Пощадите холодец! Пощадите холодец! Пощадите холодец! Их отвага делает честь Орде! Они наши герои! Орда воплощает в себе силу, решимость и уважение к традициям. Все то, что ценит Шолдорай. Пришло время ночнорожденным найти союзника среди народов Озерота. Если вы согласитесь нас принять, мы готовы служить Орде. Сурамар провел тысячи лет в изоляции, но теперь все будет иначе. А я не смутила то, что там при ней изгнали одну витрокрылую, а косягает она другой витокрылой, да еще и нежити. Нормально, да? А ты уже закончил, да? Вроде да. Пойдем создаваться. Вот, интерфейс союзных рас, включается отдельно. И вот у нас стала доступна Ночная Рожденная. Ночная Рожденная может быть воином, охотником, развойником, грицей, магом, чернокнижечками и монахом. Монахом, так понимаю, все могут быть, да? Да, это универсальный класс. Да, кстати, азарены не могут быть монахом. Да ладно. Ага. А Таурены? Могут. Азарены нет. Странно. Это первый класс, который не может быть монахом вроде. Ну, получается, что так. Ну, с другой стороны, типа, они же не с нашей земли. Типа не с Азарата. Так, ну, наверное, все-таки магазин, а ты, наверное, сделай войну какого-нибудь из танка. Ай, то есть война, да, мне делать? Ну да. Тауренов, ты же хотел. Ладно. Я на уроку уже сделал себе красивый. Пофиг. Я не экспериментирую, я правда так делала. Мне не очень помогло, но некоторым говорят, что помогает. Чего, кстати, нет у тех, которые были у персонажа, если ночная жизнь упрощилась? У всех темных эльфов должны быть белые волосы. Вы считали с Альватором, правда? Да, я тоже себе сделала белые волосы. Черные, я рода. Белые. Чего, с ним их не нравится? У них, конечно, прически такие, как обычные, конечно. Нет, у ночных эльфов не такие, нифига, обычные. Обзор новых рас? Своевременный? Это не обзор, мы сейчас просто одним начинаем играть. Ладно. Наверное, сойдет. Это мне что-то, наверное, не собирается. Кстати, раньше АП можно было снимать доспехи, а как теперь посмотреть на тело? Потому что, типа, мне татуировали, что это выбрать, но... Афига я их могу выбрать, я их не вижу после того, чтобы... Я их не вижу после того, чтобы... Прикольно сделано. Оботкласс. Так. Как обычно называют эльфары, вроде, что. Что-таки, эльфары. Так. Как тебе назовем-то? Фуримаг. Точно. Фуримаг. 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 Привет, 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 пока-пока. Да. Фуримаг. О, мы, кстати, в Легионе офигенно сделали новую анимацию. Мне очень нравится. На скиллы. Именно анимации коста. Я, скорее всего, в этот раз буду играть в... Этому. Аркане. Я в нем ни разу не играл. Я думаю, Аркан больше подходит... Ночинорожденному, чем Фрост. Или Фаер. Гоблина ходит, тролли помогают. Отправляйся к нашим новым союзникам. Сражайся вместе с ними. И докажи силу и благородство ночнорожденному. Я бы с удовольствием был по суровому аручнику. Походил, по каким-нибудь квестам поделал. Угу. Удачи. Так, надо установить... Фиас сначала. Что можно проиграть, когда все ММО надоело? Ну... Вон, вчера мы играли в RimWorld. Веселая вещь. RimWorld просто... И, а, ребята, залипла. Наверное, надолго. Я вчера, а лени победили. Отжал у меня мой аккаунт стима. Но RimWorld это не... Это не ММО. Типа... Короче, не ММО? Да, это survival. Правильно же? Да. Почему я сразу во фрасте? Кто знает? Потому что... Так, я отойду на 2 минуты. Что-то меня зовут. Батл-Роэль какой-нибудь как вариант. Ну да, Fortnite вполне. И бесплатно, и... Вроде интересный. Либо, конечно, купить сюда можно. Пабг. Не знаю, как правильно сейчас герд это ставить, а потом просто возьму. Что-то не знаю, что они тоже понерфили, а теперь они не такие крутые, как были раньше. И... Полный экспо только с них не нерфили, да? Уже шансов у меня нету. Понятно. Так, фулл-фамильки сделал. Амечку у нас есть какая-нибудь готовая. Дамага нету. Ну ладно. Паба в 2018 как личное оскорбление. Не все сразу. Сурамар, час испытаний. Герои Азерота помогли нам изгнать легион из Сурамара. Пусть некоторые с неохотой. Но Синдорай, эльфы Крови отнеслись к нам с уважением и пониманием. Они показали, что разделяют наши ценности. Теперь пришел наш черед проявить силу и честь во славу Орды. Отправляйся к нашим союзникам в Аргримар. Мы будем строить будущее вместе. Пусть весь Азерот узнает о богатой и славной истории ночнорожденных. И о том, что время нашей изоляции прошло. Ну все, я тут. Сейчас. Нарку себе сделаю. А че не скопернешь просто? А я играл в Форнасте, а теперь буду играть в Аркане. Я вот думаю, мы в Ралли по костам гонять пробовал, что интересно. Ща попробуем. Я не думаю, что... Я вообще не знаю, ротацию Аркана. Щас еще даже посмотрим. Так. Что-то че дожилось? А, я себе, кстати, фамилики забыла скрафтить. Ну ничего не хватает. Ладно, разберемся. Три портала, один. Это Даларан? В центре Аргримар. Шаларан? Это Арканбар. Я знаю, что это в центре Аргримар. Я вижу. Мало ли. Я готов. Я нет. Я готов. Я гружусь. Не теряй бдительности. Мудрый и могущественный народ. Ваши древние знания нам обязательно пригодятся. У Орды много соперников. Кое-кто называет нас врагами, а кое-кто изгоями. Но наша сила в единстве и в борьбе против тех, кто посягает на нашу свободу. Я буду следить за твоими успехами. Я рассчитываю на тебя. И я щедро вознаграждаю тех, кто верно служит мне. Впрочем, довольны любезностей. Тебя ждут подвиги. И помни, куда бы ни привела дорога, сражайся за Орду. Я, наверное, в фурики буду качаться. Окей. Или в танке. Фиг знает. Нагрузы веселые. Че так качаться-то? Как дела? Если мы без наджета, то вообще, кстати, можно даже и без танка, наверное. Ну, это тоже. Фурики просто не так зависим от ярости. А вы где? А Арм зависит. Может, мы идем, Билл? Почему она не говорит, кто-то или что-то здесь не так? Фурики просто не так. Мы же были развлечены на магонет. Значит, бывает, когда играешь с милишниками. Милишников есть, наоборот, какая-то она в магонет. Так. С чего начнем? Напиши доски, посмотрим. За Орду. За Орду. Согласен. Зак-зак. Есть, если не вылез. Перед гор я... Хиллзбуд, да? Когтистые горы. Если не вылез. Да, это самая близкая к нам. Близкая? Самая близкая, да, к нам. Ууу, вы стихи. А я вообще бы предлагал вообще не на этом континенте делать квесты. Посмотреть другие, а то всегда сделают на этом квест. В континенте квест. Аня, календор или восточный королевство? Эээ... Воу, что-то сложное, но... Не знаю, ребята, выбирайте. Я не сильно в том, что я не вижу разницы в не предлагать. Потому что... Да, у меня опасно. А, да, у нас вдальмонт. Да, такое летать нельзя. Да, мы не можем летать на высоту уровня. Как он называется? Монопарт? Да, был Монопарт. Блин, раньше нужно было обратить сюжетку. Все, тебе в конце сюжетки давали. Теперь ему дают карту. Все, короче, при заказе. Так нечестно. Тебе больше скажу, дают вообще просто каждому. Не только тем, кто при заказе. Ну, что, куда полетим? Ну, давайте, тогда я с ней улезу, на что-то с него. Бегите, я вас догоню. На туда лет открыт. Ну, ладно, снять. Пешечку. Веди меня, Сусанин. Я сейчас тебя помню, как отсюда здесь в лес добраться. Гильдрию приглашают бабайки. О! Вступаем. Я вступила бабайки. Скорее, я вообще не знаю правильную ротацию на Аркана. Наверное, конечно. Понижаешь ману до нуля. Да, это единственное, что я знаю, то, что у меня все время ман не будет. Это все, что я знаю о Баркане. Стоп. Тут должна быть мини-гайдик. Крайне раньше были. На самом стрелочке показывает, куда идти в рот. Да, да, да. Ну, Санин. Раньше был мини-гайдик такой. Типа, нажимаешь кнопочку, он тебе показывает примерно рота... Ну, там, основы ротации. А сейчас уже нету. Убрали. А казуалили. Вон. Какие аддоны используешь? В данный момент Elf UI. Pawn. Багдона, по-моему, еще не стоит. TomTom. Что еще? Ну, с кадой, естественно. Это, наверное, все. Там есть еще парочка, типа... Закровища легиона Дренора и так далее. Донат Гара надо было сменить. А почему тут Гара? Что есть Гара? Это мой донат. На пиццу каджету-то мне. Ничего не знаю. Хвостатый. Я тут каджут. Гара не каджут. Если он залил начи, то он наврал. Куда-то свернул внезапно. Сбежал от тебя. Хорошая попытка. Но не сегодня. О, кто это там снизу бежит? Кто это там? Делываешься, да? Давайте посмотрим еще. Кассивочка-то еще раз. Итак. На, кто читалник получит на 15. Такое себе. Заправление тайной магии. Получаем урон от тайной магии. Уменьшается на ней присоединяется совсем термо. Увеличение наносимого магического урона на 1%. Вот это, наверное, прикольно. Просто плюс 1% к ДПСу. Учитывая то, что в других раз, скорее всего, еще более маленькие бонусы, это прикольно. Если вы играете магом, локом, престом, или там, хантом даже. Ханта будет работать. Чардеевский, если вы уже у него есть. А где активочка? Активочка там прикольная, даже для милищников, кстати. Чародейский импульс называется. Фокус какой-то еще. Вызывает мистический грамм вар, предоставляющий доступ к почте в течение полторы минуты. Лоу. У них почта есть всегда с собой. Прикольно. Импульс. Наносят восемь шестинец урона тайной магии всем противникам облицом, для этих на 50%. Подожди, они же должны быть парилка инвиза. У нас есть парилка инвиза. Где? Чародейский импульс, не? Нет, просто урон. Противникам близости А. Да, где что-то. Гара вов играет? Какой гора, а о чем вы? Ну, у нас есть человек с очень похожим голосом на гора. Кто? Ты! Забыл? Неправда это. Щелчки на стриме? Какие? Максимумная клавиатура механическая можешь уметь. Нет. Гара вов не играет, ребята. Вряд ли будет. Что, так сильно слышно клавиатуру? Да нет. Механика, она и будет слышна. Да, Свинка шмотом. Но вообще теперь больше не топовый. Но он вроде XP дает столько же, да. Сейчас проверим. Оно с чем-то, во-первых, сейчас не суммируется. А во-вторых, его порезали бы еще два раза вроде, да? Ну, гирскоры, ну, типа, качество шеклеровки, типа, статы, ему точно понерфляют. А вот XP, по-моему, столько же дает. То есть больше Свинка шмот не позволяет что-то все живое, по идее. Глент, я тебе тут подарок приготовил. Открывай. Ты мне ракету достал? Нет, на. Вон, сундук, видишь, стоит. Это обман. Это иллюзия. Это и я не буду его трогать. Меня дурят, я знаю. Смотри, Аня. Я же говорю, меня дурят. Глаши, начай пить с принцессой. Изи. Средняя рыночная стоимость по региону 7000 голды. Так, окей, поехали. Убиться за стрельщикой, если он улез на 5, где этим? А можно что-нибудь кастую? Нет, не сегодня. Куда он полетел? Ко мне. Я шел за каст... Так, стоп. Интерфейс... Управление... Автоматическое жимое... Где это? Напомните мне сбор? В интерфейсе? Автоматический сбор добыч. Сразу. Ой! Будь здоров. Тысяча извинений. Так, то есть я стакую червежской вспышкой стаки, после чего разряжаюсь червежским стрелом. Получается стак, правильно? Где? Плюс при проке кидаю стрелы. Стрелы. Абсолютно зверно, мой друг. Я слишком далеко. Ну, раньше на нем просто делали макрос и... Прыгали лицом по клавиатуре. Правда, не совсем лицом, но прыгали. Как думаешь она свободна? Предлагаешь пойти ко мне? А ты знаешь тактику? Ха-ха-ха-ха... что предлагаешь пойти ко мне где больные чем больных не вижу знаешь суромарские ночи бывают очень даже жарким мне больше понравились тому торонов катагория я видела одни и те же лица 10 тысяч лет так что я совсем не против разнообразия у меня нет или такие спасибо начну эльфа чтобы могли ваня короче первым что я буду делать это бывает больше ночных эльфов собрать почему бы нет как там авто поставить так не стрелы только стану мне тоже пуль а там разберемся а ну где-то моя стрела там квестик видите все стрелы там и не собрали ничего страшного соберем еще всего лишь просит отнести кровь там пускай несет он не может он немножко в затруднительном положении да где стрелы он немножко умер бывает но хотел понести но он немножко умер суром глен как тебе мой маунт червячок такой у меня он тоже есть мозговой червь сделал квест на него не мозговой червь у меня есть такой же только с рейдом а я стрела то что ничего нового шоу отсюда это она мне она меня слишком любит понимаешь сколько у тебя стрел последняя а я понял то все стрелы тырит на 4 я говорю я понял кто все стрелы если носили кровь пока мы мобов убивали ты хотела сказать ты собирала стрелы нет да да бабайки я бабайках что такое бабайка говори ты не знаешь что такое бабайка нет это наша гильдия с гленой мы вступили в гильдию бабайки к сожалению не первый раз слышу радостный писк клины под этого названия поэтому смотри в россии пугают маленькие детей чем пугают маленькие детей бабайками не поверишь бабайками да это как серый волчок но который укусит за бачок только бабайка за что он кусает не знаю за что он кусает но он типа у него есть свои скиллы никто не знает какие но есть ясно понятно объяснила привет привет прораб именно меня в детстве пугали бабайкой меня не пугали а чем тебя пугали волчком меня вообще не пугали я один раз я очень 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 маленьким был мне читали какую-то сказку книжку не сказок книгу сказок про животных вот по-моему это маме сибиряк был еще кто-то такой вот и они все там умирали очень хорошо очень хорошо если по их случае не читать книжку эту книжку дальше там был про это белую лисичку которая умерла про кого-то там птичку которая умерла в общем лучше рассказывать там все животные сюда умирали в конце и типа на ночь глядя мне такие берут рассказ читаю сказочку который типа главный герой умирает потом зашибись спалось наверно все еще стрелы собирают последний не знаю у тебя проблема нет проблем у тебя спала стримера можно вопрос на сколько про него то что пишет на голову а что там пишет на луке давно ничто если там та же самая статья которая была лет шесть назад то типа с тех пор много чего поменялся и насколько там было правда не работал тогда сейчас там этот очень остался нужно было его вести что ли глян кажись да и теперь калдаун две минуты у тебя есть куда конечно где мыши пельмени мне кажется что вариант с волчком лучше бабайка это слишком необъяснимо тебе сколько саня тридцать секунд мне тоже что с тобой не так человек пузыку тут неловкий момент когда показывается что смотри видишь сурок стоит видишь да сделал зачем я и зая свою кровь я тоже и чо ждем когда он скажет 5 щелчки да не таких щелчков ребята все в промку тура то сара она будет такой сюда но сейчас да но в моем время когда я была еще маленькой тогда еще не было интернета а в будущем посмотрим пока что я над таким даже не дух но волчок все равно лучше чем чем бабайка нет будешь салфи делать нет не с тобой она вчера не меня силу но у меня курочка сегодня спаривались ночные эльфы в чем подвох это необычно ночные рожденные я не за арду не за ленц хотя у них в скелет отличается что самое смешное саня подожди куда ты твой парень ускакал крайне у мужиков отличается очень сильно засчиталась да если вещь которыми не пугали в детстве это прохладная история что папка идет по городу а ты ходила в клубу с компанией нет ни разу не ходил компами а а было несколько раз да уже было очень давно потом у меня свой компьютер я до сих пор не доходил я лет до 13 было счастливым ребенком я не знала что такое интернет фактический компьютер потом у меня появился да я в 14 нет я тогда еще не играла даже я начала играть и где-то в 15 при том что сразу в линейку соболезную твоих соболезную твоих да соболезную потому как тут я познакомлю с линейкой очень плохой человек просто завидую тебя дождем мертво рожденный за альянс не за альянс добавили в бладельфи просто чуть сделала их фиолетовыми я бы сказал что как раз таки что самое смешное ночнорожденные больше всего отличаются от своего этой расы которые их копировали как бы давайте не будет решать да все вот эти союзные расы это просто чуть измененные стандартные расы и вот ночнорожденные по-моему отличаются от найт эльфов больше чем те же самые пустоты отличаются от клад эльфов локтар сражайся с честью друг так как у тебя получать то по воде сила и честь будет не резальянс Таня не будет даже еще этих гномов добавят дворфов потом добавят я не знаю каких нибудь не знаю что еще можно альянсу добавить то сломленных теперь негра есть в игре негра всегда были в альянсе всегда была моделька негра вот оркам скорее всего харп скоро добавят оркам еще добавили прямоходящие модели то есть больше они не обязательно должны сгорбленными как не знаю что со спиной буквой g сила и честь да будут всегда три твои клинки как же тебя занесло сюда в мир за дродство и всей каки эту туперкаву проглянула она же сказала ее сразу два познакомили а у меня родители играли в H1P1 первое что может быть хуже у меня мама все выиграла ты подожди ты мою визанку двора дров собрала нет я ее не трогала это мой парень иди отсюда я если у тебя не забираю и это девушка уйди отсюда эй уйди-ка в эту мою визанку спер просто воришка тауры мрога как же меня занесло сюда в мир за дродство и ну началось все с линейки линейки я просидела 7 лет тогда еще продавали диски и мама и в общем я сидела в линейке 7 лет и потом пошла наверное по что только не играла и в археичах и в БДО и в ТРУ и в БМС и теперь ВОВ анак и мурлоков и прочих таких монстров расы не добавят потому что для них придется шмот непонятно крисовать на маунтов непонятно как сажать а если сделают расу которая вообще не может ездить на маунтов то типа зачем тогда маунтов коллекционировать потому что нет такой не будет все расы должны быть хотя бы двуногими прямо ходящими хотя бы чуть-чуть есть один проект такой пиратский но мы его не поддерживаем так я знаю про пиратки что там для всех кого угодно можно так катарист хоть они посадили мурлока на маунтов значит тут тоже можно как-то посадить это не проблема что он будет висеть сзади маунта эпичный герой убивший королевич амурлок серьезно свернуший короля конечно он конечно стрёмненько там ездит на этом маунте но ездит не знаю не будет когда мы только две язм две вязанки сами спермы и вязанки просто не суть не суть я играла на пиратке очень долгое время и на этом играла не помню что это евро то ли это было евро то ли у я только на евро поиграл а на снг а юг то ли то ли америка то ли евро точно не помню потому что я в терру играла еще то ли европа была вроде заблокирована да террин в америку играл значит да обойна сиял честно говоря пока это не уверен что прокачка на кластах хоть чуть-чуть стала такой же скорость как на донжах силуа и часть в снажах мы бы сейчас уровень от 3 уже подняли я че то вообще не вижу скорости да единственное что говорят что донжи стали нам сложнее по крайней мид левельные я его занял с литрингом хочу дать красивые заставки на рб а что за калитринг блин не успела украсть блин это там не ворует ты пыталась я хотела ктолисту украсть украсть вязанку не получилось в общем мне еще одну вязанку а все лесорубы куда-то делись тут четыре персонажа делают квест как ты думаешь куда-то это каталис все поезжал точно ясно ясно а это ты закончил ты пыталась что такое литринг для тех кто не в курсе это расскажите ясно 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 максимум что я могу понять это литр это мусорить извиняюсь литр еще буква на каких щелчках ты говоришь то так ребята кто не кроме деконикса на каких щелчках он он говорит объясните все русским мелом у меня уже достаточно таких предметов я пока не одну слизь не виду а я полутала чего там оба нет у меня две уже щелкает клац-клац-клац так вот так вот или вот так вот я ничего не слышу ну ты непонятный то я просто сопрошу посевле и потом следующий раз чтобы с них выпадают сундуки слизь я потом записи послушаю пробу понять что это такое спасибо за фидбак как будто дятел сосну клювом бьет я устал уже их бить чем не еще одну штучку подбирай пофиг я застрял я застрял я застрял я застрял там найдешь да ладно напишись потом быстренько ну или нет от какого пельмень от беззубика или от нового который как он называется я понял о чем вы говорите это слаг или от монопарда а у тебя слаг это хорошая программа по которой мы общаемся на глухе между собой сейчас я отрубаю ладно звук я отрубаю просто то есть не слышал я даже чтобы она была все отрубил следуй за мной Глент это в общем наш мессенджер через который мы общаемся между собой на работе дает слаг там боты на чё-нибудь забрасывает оповещение слышно ну а где мой где то не мой ээээээээээээк я за нее пошел нужно пришла и поплывал это от котика говорит для черного чем еще летать умеет ну да это мой нужно больше золота а чем занимаетесь занимаемся тем что просто прокачиваемся новых персонажей смотрим систему динамического уровня лиса ты имеешь ввиду которая рыжая такая угля на есть у меня есть такая же леса так она летать не умеет жаль а тогда она топчик но я люблю маунту которые типа куб размену с грифона и при этом летать умеет то что не маленьких можно использовать все дела что зависит поэтому как бы обсе ность обсе на крыло ночи лимит топ вообще это не твой иди еще раз поговори с бабой сила и часть тебя должно на него автоматом посадить да вы как наземным аутона топчик я хочу ракету любви делай квеста так я делала вчера там нужно никого есть там короче нужно отходить там же там заходим сразу данжики потому что это боссом паншотный убиваешь его собственно и с него дается коробочка . открываешь есть типа шанс получить оттуда ракета любви только персонажа 98 плюс получают этот сундучок написано мало ли написано я не так кажется проблема что за игра да я не знаю что это за игрок тоже не знаю у меня кажется проблема ребят и небольшая ты не хил ну умерла бедняга кто я не умерла нет парчика которая везла нашу а тот хвостик который в городе на этого на ивент он дает все просто и там за которым можно брать коробочки это плюшки да и плюшки тоже ракета нету это чтобы она не нужна была как бы вам сказать я не могу зайти в данж почему я завис на этом ауте не могу с него слезть сейчас попробую релого не надо ты имеешь ввиду на кода доедет до конца и просто а он не едет он стоит уже минуту ты смотри скалируешь подношу нормально да как у нас сейчас стоит у нас и 500 подождал бы возможно будет с релизом срещу дополнение под фазара скорее всего не надо быть легион возможно я не уверен если так то я не могу ну перезайди я не знаю ну че я уже перезашел так я сам пишу сейчас уже убьете кисту их мог бы все а это все так как то я сложно да ну вот и тебе дает коробочку маска злобного а мегатора не надо все все требуем уровень 75 да это все забавно сатуном как то интереснее было ну да 2к легион плюс по 3550 но типа там легион плюс подписка плюс игра плюс последнее дополнение сейчас стоит сколько там 3600 вроде вот тут еще и коробка эпическая должна быть она с 98 уровня понятно надо будет сегодня заснуть в смысле это не эта коробка пишет что нет ну хорошо зайду за сегодня засну пойду в конце дня блин я вам говорил ну мы проход куда уже профухали правильно почему нет я думал для каждого персонажа отдельный проход 2500 чтоб начать играть 3600 это стоит с предзаказом это с предзаказ следующего аддона который выйдет летом в конце летом типа сейчас он тебе не нужен чтобы играть да вон пенсионер играет в вов сам ты пенсионер я практически школьник вчерашний я ветеран вов всего 24 года ветеран вов великотечный да 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 нет хе 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 World of Warcraft ста кстати там заказал кто до скинула вы оставляйте ролик музыкальный какой нибудь там ссылочка есть ну ссылочку на ставить хоть мудшку послушаем и вся нервов видеть какая начиска чтобы начинать играть 20 уровня да может ничего не платить по 20 уровня как бы сейчас можно за галду сюда баня корзавелу покупать до 150 рублей ну да это да вы можете играть до 100 100 уровня не покупая легиона даже легиона то есть 150 рублей тратите получаете battle chest и до 100 уровня качайте сами любил что на 100 уровне он скажет ребят и не качаться дальше и смотреть нормальный контент куда вас там отправили попасть ну тут нужно убить каких-то вестницы ясенево леса этот форпост защищаю пристал на это не конирует мне как-то все время вообще хелниру танком играл то есть у меня на 22 уровне откроется неистовый удар с ключа который от меня открыт уже сейчас логично но видимо к нему добавится пассивка и поэтому а там уровне есть типа можно грейды улучшенный обычный это да это один аддон альфу и называется все больше не что вы видите всего это все интерфейс черный да это все один аддон ред интерфейс ред интерфейс да 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 так сотворение печенизма отбал я привык что там эти лепешки да у нас в паке есть один товар он какой-то город воин два ночнорожденных и один воин товар он дело не в том что нужно дело в том как тебе больше нравится какими играть мне нравится этот интерфейс он маленький такой мне тоже нравится с этим интерфейсом у него дофига дополнительных функций там удобных типа там оповещение о кике там этот кого если хантом играть то на пул короче одним кликом по интерфейсу на выбранный таргет нет эльф юай эльф ну да рогатая гора не горбатая хотя бы это хорошо так пишется сейчас видите есть еще более как бы такой такой он еще больше настраивается там можно сказать tell me when включен вот камушки не хватает только этого смертокрыло пролетающего сжигающего всего концов ой я как раз попал на эту пламацию знаешь как я получил кстати ты кто вообще я просто я тоже сидел вокруг меня просто все в огне я мертвого ну ладно в ролике данный подвиг замечательно слава орде к п ох да тих�естников не могу найти чего ты хочешь как пожелаешь почему меня разрушитель дает к власти этого интересно так мне надоело нужно какого-нибудь другого тупка тоже не платный? мне просто кто-то сказал, я сам не пользовался я знаю что он будет утяжеленная версия но мне кто-то сказал что он платный, я взял на зачистую монету если он бесплатный, то тем более там просто короче разработчики явно неплохо отстегивают айси ваинс потому что когда я его открыл зашел просто читать газет по своему классу там было все типа пацаны, ставим айси я поставил и с тех пор играю с ним а гномов гномов еще друидами не сделали? насколько мне известно нет таурены роги будут в смысле? серьезно? да, на копытах будут тебе остался подходить серьезно? да я серьезно? нет конечно я назвал этот хантер же а если он видит тора да я тебе не про это тебе про то что это смеялись же все то что будут священные коровы это мультиплеер? да ребята это мультиплеер в 2000х годах другого варкрафта не знаю который может а еще в варкрафте нет панд понятно? а в диабло нет коровьего уровня платный серф ну типа да фисалка а думаешь на пиратках есть ночнорожденные? я бы наверное есть в чем это я в смысле я не думаю что их уже добавили ну я думаю их могли добавить уже тогда когда добавили пиратка легиона появилась если она появилась их могли добавить уже в бк в смысле? просто могли добавить нарисовать их нет офигня а вот как только если есть пиратки легион то если такие то добавили спокойно я думаю как только легион добавился 550 рублей ребят в месяц я уходил просто по фану на 335 поиграть ну только если поиграть на классике бала бала настал в руси какого нибудь все скоро близарды едят он еще займут сами скорее всего здесь конечно не будет очередных пацанов которые будут ныть что типа я думаю что близы они не сделают точную классику они сделают классику совершенственную по современную так а где игру взять? ну это ты уже как-то толстый троллишь мне кажется еу точка батлнет а боже кровь из глаз почему мне нравится графику чисто реально нравится здесь мне нравится этот квест который надо искать инвизных мобов я знаю какую картинку ты можешь показывать когда фанаты бдула наверное заехала когда тебе говорят то что кровь из глаз я сейчас себе ее скину лесячий квест нужно искать инвизных мобов да я его долго делала их мало того что их мало так они еще инвизеры все я обменяю короче графику на контент в любой момент короче просто интересно я тебе скинул показывай людям картину ну я не могу ее показать мне надо создавать новый источник щас я может даже запарюсь ну не было там ватермарка я поставил бы ее щас а в каком месте вов старый ну типа да он давно был выпущен это локация старая но вот эта локация очень старая да но игра все равно актуальна ну вот эта локация очень старая совсем она в 2011 году в 2011 году вот эта локация не обновлялась вообще никак да но вопрос не в том вопрос в том что типа да игра старая но она все равно еще актуальна разве не с 2005 катаклизм обновляли наверное ее вроде нет ой блин я не могу на ходу хилить саня подожди я я еще не могу на ходу хилить это птр или славе уже можно играть за новый раз это лайф уже можно играть при заказе здесь у вас сделано ачивки в третьем варкрафте тоже если вы помните была мультяшная графика как бы ничего все играли хотя бы лечку мбар с эрлистичной графикой да под воду уйти ты просто не помню то что именно санвале обновляют все локации ладно там же в связи с файмаунтом пробили все такое вот что мы будем с этим персонажем делать в 6 и 9 к хп он изнасиловал ладно обойду его как он там арт лиансер да блин кому за 40 актуально блин пацаны мне до 40 еще долго мне чуть поближе чем тебе это фанаты бытового подъехали по-любому ну ты хотя да действительно ты ниграешь подушь варкрафт с другими играми то есть реализация да если бы сделали бы как реалистичную графику а-ля линейдж то она сейчас бы смотрелось бы очень старого а так как мы сделали вот такую вот стилистику немного мультяшную то она до сих пор выглядит современ ну не современно достойно естественно еще и улучшают модель там внешний вид все такое она анимации скилл там еще требования подняли что 90 гигабайт например весит игра так она весила сколько 70 или 80 а сейчас 90 в регионе там разница особо секундочку эд мэч сейчас секундочку да вот кстати поддерживаю всегда забываю то что люди ноют на графику а сам тянет игры 12 года и выше на самом деле да типа я помню когда бдо стартанула да и сейчас все ноют вот у меня лагает у меня низкий фпс типа ребята чтобы игра была с хорошей графикой и было столько же контента сколько есть например в том же вове и чтобы она у вас не лагала у вас должны быть компы шикарные учитывая что большинство людей которые играют в игры не могут себе этого позволить особенно в россии то игры соответствующие на случай важных переговоров квестов то таких не было вот ну у меня должны быть тоже предложены у меня можно было все такое я говорю что локации переделать типа можно спокойно играть в бдооне имея контента имея одних и тех же мобов и и радоваться но зато у меня графика красивая да это вебку завезли нет ребят это не моя вебка ну типа похож похож да серьезно да люди забивают на вов так как ноги выросли ба 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 да но легион самый успешный на одном за последний секрет люди забивают на ммо потому что выросли начнем с этого а не на вове а не на вове конкретно и типа давайте я говорю откровенно у вола только что при открытии предзаказов стояли очереди по несколько часов на оформление предзаказа дренора ой battle for the rot как они видели чтобы какой-нибудь игре была очередь на покупку аддона вот очень банковская вы просто заходите на сайт купить игру и вам такие знаете ну купить игру максимум через несколько часов нет не через несколько часов у меня время ожидания написалось один день сперва 4 потом 8 потом 12 потом 18 потом один день время ожидания блин луговых собачьей же переделали уже и очередь была только в три или в четыре часа ночи сначала кстати сумки дают дополнительные да а здесь и человек все надо будет купить типа согласны мы с этим не согласны но у вова дела лучше чем у любой другой мморпг и у вашего black desert то так так гречи о том что покупали через интернет очередь ребята не тупи опра да очередь в интернет-магазин был в интернет-магазине не мог поработать столько заказов просто миллионы людей пошли покупать игру срочно я бы продавать игры в магазине или покупать вообще его . battle.net где вы вестницы леса нашел они винвиза сидят я знаю это говорит использовал краски наоборот люди насколько мне известно до разговора с людьми люди остались в восторге от легиона до древор считается слабым дополнением out легион понравился почти всем и люди просто на фоне успешного региона решили без вопросов купили за рот могли бы ключи вами нет куча ребят как я могу раздать как вы предполагаете что вам раздам ключи дополнение всем куполе каждому да я бы все разорюсь купить 200 200 ключи для дополнения скажите пожалуйста очередь искусственная почти уверен что теории заговора блюзарды такие нам не нужны деньги вы посадим людей в очереди я прошел просто нужно было на заставу грома и поговорить с ухо вы считаете что люди просто сели написали какой-то там не знаю скрипт самая успешная компания в мире поработать игр будет себе циферки на накручивать тебе накручивать а вы себе накрутить ребят ну просто отрицать то что вов успешно это странно тот который копен данного может пойти купить у реселлера какого-нибудь такие есть он может типа за сам не сомневаться типа сейчас пошел купил купить не смог об отказался не купил плюс в очереди главный трек но ребят таких таких не на демонов я худож на демонов и налево идти я не могу вот этих а короче вот меня нападу полтора миллиона коллег какая снг мы можем у нас в снг короче сервера не могут обслужить пару сотен тысяч как бы я хочу вам заметить паркевич хороший пример не могут обслужить пример вам вам линейка и прав работы и обслуживания и так дальше и отношения вообще комьюнити я говорю что в линейке похода на комьюнити просто ну слушай когда тебе выдают кота короче на два часа из-за того что прав работы были продлены на сутки такое знаешь здесь ничего не дадут я помню пару лет назад времена катаклизма у них сервера упали если помню не работали всем далеко в неделю подписки халявно было вот когда я застрял на сутки на старте дремора мне тоже неделю подписки дали застрял в текстурах в долбаном форпосте вон посте карнизоне забей это фигня это полная фигня как в этом в этом аддоне с этим легендарками нафиг не интересно на тушке рисуется типа нормально а когда оружие занимает не очень круто потому что типа люди нравятся кого них оружие заменяется ли нравится чувствуете что у них был там там убогий мечик да сейчас у него там не знаю меч 7 истин короче покупаешь азерот вместе с подписки не идет в комплект просто азерот но идет 110 там написано что для для игры необходима базовая версия игры легион и подписка не ошибаюсь самая красивая самое классно не подземья не знаю почему он не нравится но он не нравится пора браться вообще нет не только с нуля я вот купил мне дали 150 уровень я могу лапнуть есть может на пути глина нужно у нас есть жетона на сто десятый уровень просто я их не трачу потому что я потрачу что на сто десятого когда я пойму коми сервера играя за какой класс играю пошлите за альянс нет хотя сейчас когда там добавили балда эльфов фиолетовых синюшных эльфов стирали синюшные эльфы перебухали я вообще не привык играть за альянсу воф играет только графа дрочера точно согласен а у меня есть леса демо x7 тебя вчера сам рим ворл чуть не загрызла мы все видели бывает меня загрызла ее тоже нету что ли это перышко еще любитель хитая в 14 роднее любитель хинта скорее бэна сыграет больше 14 не хотят читать и фанел фэнтези да ну чё что они одеты сервисом то есть одетого персонажа и там нету 6 6 размеров а раздеть нельзя там что же не бнс прям идеально я куда-то не то забрал короче не на еще вторым можно в блеск вот специалисты говорят что любители хитая играют в теру маленькие девочки воли я в этом шаре поверь новая как-то не срослось с обоими хитая играми китаем ему нефтеру не в этот я только не пирал кстати по поводу хинта игр есть одна более крутая не знаю что у нас уже сдохла или нет было свое время более крутой вариант игрушка называлась по-моему queen's blade или scarlet blade я не помню в общем ммм представьте да ммм корейская который играть можно было только за девочек а эта девочка голые то есть них прозрачные там лифчики вот это все дело короче либо не просто голые либо там все видно либо еще что-то ссылку студию я не знаю по мою закрыли уже даже она уже старая ее сделали там лет пять назад наверно ничего не знаю я не играл как бы сам поэтому просто знаешь такая игра была я кстати рэвку напоминал по видео то есть дай себе рэв онлайн только с полуголыми персонажами по твоему описанию я вот и играла и как не спрашивайте ребята зачем и почему нет ну как нормальненько чем я почти добрался куда мне нужно куда дальше то идти я правда не помню вот как игра называлась но вот по вашему описанию я играла по scarlet blade я только я визуально только помню вот как она выглядела там там тоже маслянистые жопки и сиськи там они реально головы были до прозрачная сосцы все это видно да и там если есть какой-то шмот то он прикрывает очень мало тоже покрывает там все что вокруг короче того что надо прикрывать что надо прикрывать он не прикрывает стандартный бронелевчик только наоборот да 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 нам сюда но я не уверен как не так по квестам обогнали могут понять да никто не обогнал я еще возвращалась как облагали строить их а там же недавно кстати закрыли какую-то ему самую развратную как он давалось закрыть же недавно читала новость я прям расстроилась сюда шесть еще second life всякие кто-то всяких life что я не только не играл я один раз видел только потерю программу про нее какой-то симулятор типа жизни второй вот типа и там тоже могут что угодно делать типа детишек бацать в общем реальный это типа другим игроком тебя встречаешься дела там все что нужно делаешь чем без цензуры без всего вот и у тебя ребенок появляется говорят что там короче апартаменты дома можно продавать другим игрокам типа сам украшаешь да сделаешь строишься до подожди другому игроку и там там тысячи долларов за стоят 1000 реально силу люди реально деньги зарабатывают от тысячи долларов красивых комфортаментов типа дизайнерских может лучше в город танцев пойдем поиграем качаться по хвостам наркоманы ну типа я так захотели сейчас их урезали в любом а нам некогда торопиться ребята дом летом не а всяком life а уж старенькая и вроде когда западного популярно среди ну не геймеров от тех кто хочет просто початиться поболтать и т.д. нету геймплея именно как убить еще монстров а там именно геймплей в том что типа как в и арчат домик себе делаешь другим чуваком общаешься потом это выдаю газу развратный мозг не знаю не думаю сам развратный мозг закрыли а в разврат с этим все достаточно были одеты на поток эти эльфы были там велички классно там было помню хвост типа за лигу в баньку пойти попариться там типа священник и не расплать священник тип такой типа в той банке проходит разврат типичный мелом вот и надо там что-то делать квесты кто-то про это в байк где там паришь короче ветеранов там что что прости а решите рано веником нормально конечно же мне кажется это не очень нормально это вообще что такое квест был пробаним нормально варишь ветеранов в баньке потому что я солдат на такое однажды видео начиналось какие-то игры играешь я играю в первую трипл эй российскую ммор пг понятно как нам парить ветеранов веником большим зеленым веником и а еще там если играешь за империю в эту столичном городке на запграде до которых под москву времен союза там есть проходишь к цепочку квестов про тайные клубки местной интеллигенции развлекается так короче стрип-клуб с альфиками так типа местные эти большие шишки развлекаются очень интересно наверно а до этого собираешь короче выпуске журнала острые ушки ну все равно с хвостами вов ничего не сравнится но собирать какашки да это очень эротично и потом доставать оттуда ягоды их есть и дышать поглубой да нет не классика ну классика еще не скоро очень я в нашем месте ждете классик ждал бы ноября не ждал бы ноября в ноябре может быть даже в декабре его запустить не раньше никто не будет обламывать продажи battle for the road ради классика тем более когда они так стартанули скажем так я недавно я недавно общался с типа с продюсером вова да и типа у нас там был список вопросов которых можно с ним общаться да и так же был список вопросов на которых нет смысла общаться и там это о чем нет смысла общаться переходе на free-to-play а выходе классика и еще о чем-то там вот честно если не представляют себе его free-to-play это что нужно водить чтобы близарды окупали свои затраты а можно как в этом с утра до соток хочешь в рейд сходить палки подписку чтобы free-to-play была игра нужно водить shop в любом и shop должен быть таким чтобы он прожил большую прибыль а будет shop начнется нытье тебя там комитет тоже было типа как это хостом было общались с продюсером там продюсер был еще чувак нет тоже дизайнер оба нечего как дизайнер который создавал союзной расы то есть глава команды который создавал и не на кузов а второй был именно продюсер в шоу вводить полуголый скин для taurin для нежити очень не хотите посмотреть гниющий хочу 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 чтобы хочу чтобы добавили этих темных следопытов ордер как раз а у тауринок же там наверно достоинство ого-го наверное они же коровки все-таки да а у коровок вы сами понимаете что-то не прям иногда интересует что у тебя на уме смысле все хорошо не болеешь нет я же как лучше хотела вы тебе мои силовые линии и покажешь сразу неадекватная кажется или начнется рожден озвучивает это актриса которая озвучила морриган в этом драгоне джим сложные какие-то приколы после кто что озвучил я знаю то что смертель крыла джигурда озвучил все он якобы озвучивал этого он и гороша и и его озвучила то есть мы два контента подряд убивали джигурду посту очень важный вопрос корова грудь внизу или вверху верху они же коровки визит человека подобным но тем не менее они коровки застряла ребята джигурда лучшего гороши ну ладно хорошо молчу я нуждям и глайдер где мой глайдер маслянистые вымя звучит то как блин у меня класс какой-то папе я не могу туда дойти беги по дороге на нету дороге зачем сливать комбачка что-то неправильное дело я за аркану пера сыграет часть и без специалисты все расскажут что думает о тебе заправленный принцип то ты заряжаешь короче комбакой туда максимум даешь разряд все под чем она я давно спрошу какими на качество используют они не колется это наколется но не знаем чем наколется на река лица чем что не так все хорошо ладно блин добавить еще короче ночно рожденному аукцион короче переносной еще будет топов я играл у меня так у тебя переносной аукцион это ты с телефона заходишь все а кстати да можно на телефоне покупать вызывать почту и забрать товар обожаю можно сойти с телефона если ты не в сети нет она не из москвы ребята сама смешная у нас из москвы на гоче из тех кого я знаю только один человек сиротик смотри все остальные не москвичи алина а ну алина там алина по всему эсенгрирует остальные все либо украинцы либо округ просто кто бы говорил бендеров не надо бендера людей пугать хватило 200 врачу немцы захватили гофт на боль все один на гохе с телефона пару месяцев как не пашет и когда починить неизвестно ясно я скачал себе короче приложение когда играл в легионе да скачал все приложение чтобы посылать этих союзников и как они там называются соратников из оплота класса и она у меня так и не заработал короче а у глена работа нормально у нее android у меня iphone так что так что да iphone дерьмо там не работает работает я до сих пор пользуюсь и вообще все классно пользуешься скобочках не играешь у нет я играю только в этот черный да я фермер я на приложение играю подписку я заплатила шахмат я подписка уже оплатила все проблемы я платила подписку и захожу с приложения чтобы юзать своих ребят что стоит замена iphone вот я купил xiaomi с 2 у тебя как это называется xiaomi mi5s вот и я на полном восторге и недорогой и экран большой начальник не 6 кстати очень подешевела раньше когда когда ты мне покупал телефону стоил 35000 а сейчас по железу он такой как афон седьмой что он говорил или 8 не помню точно камера хорошего не знаю не разбираюсь камер сейчас уже телефон камера нормально но я не пристали фотограф на меня типа все устраивает телефон я тоже как и поэтому нельзя послать сараника через приложение не имея подписки там будет писать что учатся постановлены то же самое что ну так когда есть подписка тогда и это сам спалилась она все нормально короче глина просто было бог нет я не была волка маленькая была волка неудивительно потому что телефон выбирал себе да я такой типа может соня эриксон взять соня вот соня эриксон вот я такой что описание типа супер крутая камера отзывы спустя там три минуты и это не один человек писал все три минуты видеозаписи телефон перегревается и камера отключается вот что типа если записываешь нас в максимальном качестве видеокамерой а там типа вся типа маркетинге что у него камера офигенная телефон просто перегревается и камера отключается типа и ты нужно ждать пока обратно типа я сижу и думаю вот так лена она не лена она галена лена это тонкий лена галеннадий глинадий глинозавр глинадий таня как там было еще ты мне говорил саня блин чё помер там что ли видимо а тут такой почему не обогнали как-то еще мы никто коверкал длинномеск это уже грубо время деньги друг блин гоблин классно еще не грязь ты сам гоблин ты даже спорить не буду это если а гоблин то то кто гну ты сейчас по росту определяешь да ну да дерево не надо а тебе дерево там карает номер догоняет так тебе надо я надеюсь она тебя накажет своим большим стволом я бы этих уруру убил но проснулся да я кушать хочу как бы у меня уже время седьмой час поэтому сейчас буду сидеть и кушать я уже на кнопку поставил нет я слышу твою вилку да так котейка пришла приму у меня на торс ушла на спину из привоз кресла нормально что приходило а я понял на снег пошел и она пошла смотреть в окно на падающий снег у нас очень красивый пошел снег ну до этого было ладно лучше сейчас там красиво красиво я вам показал но у меня вебки нет нормально по поводу телефона кстати я на сиоми снимала на каком этом турнире были эпицентр на я снимала эпицентр на на свой телефон и фотографии сделала все нормально было фамильки понерфили в любом случае то есть экспы столько же но статы у нее хуже теперь фамилика всем привет да да вов постараемся я долго уже собираюсь к легиону ой к азероту серьезно сесть на него стараться стримить хенд контент но до зарод пока еще очень далеко пока просто неторопливая прокачка на квестах тем более новый раз можно еще как бы сделать сложнее прокачку как нужно просыпка прокачивать обязательно прокачивать нет не нужно если короче типа ну там можно не так своего шамана хочу я правда еще без тринга шмота его качал там когда короче будет близок уже возрод то можно будет взять прикачать персонаж помню так кода сорокового нужно да потом апнуть его моменталкой и тогда у тебя как раз прокачивать полностью будет вот так далеко уже убежали да но я же не слабко как некоторые маунт красивый ты зря а можно ли получить классовый маунт после ухода легена я думаю да до 60 окей я думаю да почему нет просто надо будет во время за рота проходить все циклы стоять но может быть проблема типа что в рейд не соберешь группу если там нужно рейд хотела заблужим или классовый маунт не там вроде проходишь просто сюжетку ну тогда нормально я на просте приходила чё окружает ночно рожденные из клана бабайки просто везде посылочка много круга деба байки вообще тебе страшно не особо но зерки размножаются опять текать начал бедняга не дыши кстати а конь может уже видел по ранкинге раз на эзерот или там чуть того по дпс сколько кто выдают сколько интересно например там воин ночно рожденный отстает от блад эльфа ночно рожденного блад эльфа воина даже халт по идее именно хант блад эльф просто без шансов разделы другие разы по дпс именно в мэме из ничего мы не меняли сам мощного дельфа что у них там по расам наук крид урон открыто нет это урена фуром открыто на 2 процентов заставляешь пойти проверить что сейчас сделаю не доверяюсь данные них 5 пацаны ко всему урона плюс 5 пацаны к отхилу каждую минуту что вайт вот что к болото что очень было 5 пацаны ко всему урону то есть ночно рожденным дает там плюс там один процент к давайте сморок че убрали что ли у них критов бубов ну тут пока ничего не написано про то что они такие вова реально посвященную эльфа только у них тентакли на ушах есть у нас тоже рожденных не у них на волосах тентакли я у них именно тентакли на псориба бонус раз неправильно говоришь то что он у туренов только показатель универсальности north пробный режим это ты появляешься сотым уровнем там вроде какой то даже есть минимальный шмот и ты можешь просто повязать скиллы даже проверим а это скилл раз в минуту за сходом в бездну или как-то так похоже как там по моему скилл меняются нет в этом форме плюс и не душу похоронить с почестями что а что жена скажет если мы похороним с девками на гробу подумала же не вот пошла нет вероятно скрыт удара я не знаю почему пузыль фото крекламировал так союзная раса сейчас посмотри описание реально роста на то уровень и расуспособность бычьи натис совершает рвк сбивая противника с ног сейчас он может выведу наверно что-то даже правильности не будет так add window capture рвк сбивая рвк сбивая рвк сбивая рвк сбивая рвк сбивая рвк сбивая раз описание прочность шкура уменьшающая получаемую урон от так так на горного дела нет накрыто нету у картагория я тебе про обычных говорим ну типа за рендер репа у самой бесполезной пассивки типа уменьшает получаемую урон от светлой магии такое повышает на кузнечное дело но это ладно но есть большой урон от светлой магии противником выбранной области скорее всего дерьмо полнейшее воздание света после смерти взрывается на себя урон ну типа полезная вещь после смерти то количество опыта получается за убийство демонов увеличится в 20% полнейшее дерьмище лично рожденное увеличивает на нас и магический урон ну это понятно фокус называется там почту черови в эту область на себя урон не знаю где жива их кстати контроль уменьшает получаемый магический урон тоже прикольно то есть я от магов получаю меньше урона ВД эльфы уменьшает получаемый урон тайной магии и темной магии более-менее при использовании способностей с некоторой вероятностью может усилиться сущностью бездны снижает затрат на дисмагрификацию и сохраняющая бездна дерьмо при усилии заклинания не задерживается при получении урона лучше когда разлом процесса позволяет обратиться в неболевашие расстояния прикольно ну надо посмотреть тогда как это реально баф на это лучше для аркан мага я честно говоря не знаю потому что сейчас ну смотрите у аркан у войд эльфа нет ни одного бафа на аркан магию вообще никакого то есть только есть это единство стропе которая не знаю что дает вероятность может усилиться сущностью бездны что это дает я не знаю типа я не играл все остальное типа ничего не дает плюш к аркан магу никаких а вот у найтборнов да найтборнов есть с ростов с магией увеличит носимый магический урон вопрос считается это магическим уроном тайны магии наверное магическое урон поэтому скорее всего именно ночнорожденный топ для магов гномы гномы гномы-кратышки новые гномы классевой какие новые гномы вы про двор сначала нужно выбрать цель ну и как просто тринька дополнительно 5 процентов урон типа повышает раз в 60 секунд ну это прикольно скилл но тип этот просто тринька а это пассивный урон не знаю типа на тысячу что в итоге больше тп с то есть то есть то есть то есть то есть то есть грубо говоря играя за магу у меня весь урон увеличится на 1% то есть это типа одновременно и не так много и одновременно вроде как все таки много но то есть то есть если вы играете там магом и так далее то есть если вы берете войны например то вам вообще пофигу на эти бонусы на ханта это работает потому что чердейский выстрел на этого работает на пристав скорее всего там тоже магия типа ну светлая магия скорее всего считается на лок это работает на остальных то не работает ну она как пассивка да но это как тринька то есть у тебя есть же триньки проковые да то же самое 1 процент общего дамага слабее чем один процент крита силы крита нет эти просто один процент крита у обычных пиладельфов да но есть классы которым не нужен крит есть ну этим классом да То есть, Фросту, например, если я правильно помню, тебе не нужен Блодельфский скилл, у тебя криты и так будут прокать автоматически. Ханту он не нужен, у Ханта 100% крит шанс почти что. Ну я его разгонял до 95. Блодельф этому, Фрост ДК не нужен крит, крит шанс. Нет, я просто говорю, что 1% это как бы сильнее крита, если сравнивать. От класса, от класса зависит. У каждого класса разный приоритет. Всегда сильнее. Да как всегда, Ханту он не нужно. Ты же должен набрать как-то крита сначала, изначально. Ханту, ММУ? Зачем? У тебя 100% шанс крита. Ну у тебя без... тебе 2 нужно набрать 35%, насколько я помню. Насколько я помню, нет. Там мультистрайк, я про легионовский говорю. Я про дреноровского Ханта говорю. Я тебе про дреноровского ИК тогда тоже говорю. Ну там крит шанс был на последнем приоритете. Я сейчас приду. То есть там в стринге минимальный приоритет был на крит. Я под роботу смотрел, аскмистор робот. Он мне говорил то, что я должен минимум набрать 35% крита. Запутно. Я не знаю. Вот, например, смотрим. Сейчас у меня тут есть панелька в Ноксике. Паун. Шкалы. Воин, Рыцарь Смерти. Пве. Мэйдж, Фрост. На стринг смотрим. Течение. Инверсальная скорость. Крит удар 6, да? А скорость 8, интеллект 9. Тут им более-менее нужно. Да разве только хилам не нужен крит. Ну смотря еще также определенным хилам, чтобы не оверхилить. Ну, например. Охотник. Стриба. Сейчас. Тут другие показатели. Такая разная куча сельф. Ребят, в любом случае в Варкрафте бонусы от рас очень слабые сейчас. Если вы не пытаетесь ворваться в топ-1 всего мира, что вряд ли произойдет, раз вы спрашиваете у меня мое мнение по поводу классов и рас, то вы можете играть любой расой в любом классе. Сейчас приду. Который вам нравится. То есть, ваш ДПС не настолько сильно пострадает, насколько он пострадает напрямую от того, что, ну, банально, типа мы хуже играем, чем топы. Играйте кем хотите, ребят. Мне нравится маг, потому что у него телепорты есть куда надо, у него инвиз есть, у него неприятно играет. То есть, ты постоянно еду съешь, что-то приготовил. Самостоятельный прикольный класс. Я помню, как у Ани горел, когда я говорил о всех фичах магов. Да. Ну, а теперь я играю за монах, об этом у меня не го- Ээээ, надолго ли в вафлин на продажу дней. Но сейчас план просто прокачаться, не торопясь. На костах. Вот. А так, когда выйдет аддон, тогда я буду всерьез сыграть. Типа, сейчас у меня в Легион я не буду сейчас серьезно играть, у меня полуодетый персонаж есть, у меня чуть-чуть пройдены некоторые рейды Типа, ну, по-моему, в Герри все рейды пройдены, выпахали тут парочки, но я в Легион серьезно не играл Вот, и особо сейчас не вижу смысла начинать, когда в конце аддона А в следующем аддоне я собираюсь, типа, врываться, что ли Уже можно бустануться Буст уже есть Я его просто не трачу, чтобы перед аддоном, когда выберу класс, ну, расу, класс и сервер, чтобы туда бустануться сразу То есть, скорее всего, я буду играть не за этого персонажа Когда выйдет аддон Да, фига узнает Так вам без предзаказа не будет доступна ночнорожденная Какое страшное лицо Так нормально Не, моделька у них милая Макхаров еще не анонсировали Официально Просто файлы нашли в игре Я очень хочу макхаров Я не пользовался, честно говоря Не добавили прямой тушку А, топов надо к этому подойти Да, к этому Как он называется-то Я не шарю, братишка Парикмахер подойти надо и он ломает позвоночник обратно. Да ладно, парикмахер ломается. Ну типа, в смысле, если позвоночник поменять, можно по-моему парикмахера. У меня не только персонаж, поэтому проверить не могу. Сейчас я кинул пустую. Парикмахер, никому не нужен. Посмотрел ночный дозор, там в правильном переводе, пометочник. Давайте уже до конца яснию лесу пройдем, только дальше пойдем. Для ачивки? Вообще, самый классный локация у Нежити, там где концлагеря, где людей в монстры превращают, не пойми что. Можно еще там зомби вис плэнс поиграть и получить спидни. Да, плэнс виси зомби, там есть геноцидики всякие там, Сильванку убивают. Реаллийский лес пока что-то слабоват, ничего такого вау эффекта нету. Я качался, но не совсем я, но качался. Я тебя понял, нехороший ты человек, редиска я б сказал. Меня уже за это наказали. Понятно, детишки, не надо будет, меня сейчас придут и накажут, покарают я б сказал вообще. Мокро, береги себя. Тарлик оживников. Эх. Как они донжи переделают под этот аддончик новый? Вряд ли. А смотри, теперь все донжи с 15-60 часть, по крайней мере. То есть, типа, донжи будет увеличиваться пул, но ходить будешь все время в одни и те же. Это ж плохо, типа. Да, это сто раз. Ужасно. Это просто уже, во-первых, сто раз в одно и то же, а во-вторых, типа, раньше как? Ты придешь в новый дашь, делаешь на квасе, а он много экспедает, правильно? А теперь ты будешь ходить одни и те же, и ты не будешь делать эти квасы, ну, типа, и у тебя не будет бонусной экспы. Ну, можно делать конкретно. Да, тогда ты теряешь экспу за конкретное, типа, за случайное подземелье. Да, и смотри, теряешь. Отвратительно. А куда переносут тоталиста? А что им их переносить? Не понял. Я знаю, что сожгут Тельдрасилу, но мне кажется, что они там как-то на Абунхо будут жить, не? Я не слышу ничего, что будут переносить прям. Подгород вообще нельзя переносить, то есть что там же, иначе где был эльфом-то? Портоваться куда? Скорее всего, Боргри будет портоваться. Боргри? Да. За Восточный Королевство? О. А, за Восточный Королевство как проходить? Ну, как бы, вообще, хотят разделить два континента, чтоб, типа, левая часть числа для арты, правая для альянса. Чет, не слышал о таком. Вот, хотят так сделать. И что, дренеф тоже выкину с континента? Ну, они же, их как бы на континенте можно сказать и нет. Ну, смысла, они там же Дельдрасил? Хрен знает. Посмотрим. Да патча еще долго. Мне будет интересно все с нуля, я поэтому не читаю ничего. Ну, то, что сюжетных квестов нету за союзной расами. Блин, меня так расстроили. Я раз слышу, что лордерон перейдет. Да, мина перейдет. Это же, б... А где нежить жить будет? Это ж, типа, нежить? Вся идея в том, что это, типа, лордеронцы. Кореные лордеронцы. Че, их просто выгодит из дома, типа? Ну, они же нежить. Ну, что они лордеронцы, как бы, они родились там. Ты, как бы, королевство. В этом вся идея. Неважно. Вы, а че, вообще-то, фазирование будет и фронт будет наорать. Я тоже так думаю. Пусть есть персов. Ну, кстати, да, наверное, теперь зато можно брать персов любого уровня и ходить в дан же месяц со своими друзяшками. 60-го уровня только. В смысле? До 60-го? Да. Хочешь поговорить? То есть не будет... У нас проблем было, например, мы с друзьями, когда качались, то, что нам эксен нужен был танк, а у меня персов танков не было схожего уровня. И в итоге, короче, мы чего сидели. Понимаешь они, да? Да. Не, я что-то не думаю, что будут ордерон убирать у нежити. Во-первых, некуда им больше сидеть. Во-вторых, это для Бладельфов персонажей будет большая проблема, потому что как они с достаточно королевств попадут на... Ээээ... Календор. Там же... Эти... Дирижабль, ага. Дирижабль, ага. Дирижабль, ага. Какая-то не остается в этом аддоне. Ну, судя по всему, да, раз в своем антираж будет идти. Привет, Садист! Ты первый раз успел не к концу стрима, я тебя поздравляю с этим достижением. Но больше половины уже прошло. Ну... Ну если только так. Окей, а как им проходить в Восточный Королевство? типа топом если правильно помню выхода зона света из призрачных земель в тюму чумные земли до 40 плюс уровень нужно вру вру сейчас скажу 40 до 40 плюс привет сибиря девка задара не знаю вообще уйди отсюда со своим задаром за орду так как альянс ну вы поняли морда ломать лица я же тебе говорил притчу очень интересный про орду и альянс блин повесил короче собачку логовую сразу разговоров про графику не стало оберег такой это не на тельф это ночнорожденный попрошу не оскорблять меня новая раса за орду но не знаю ребят не будут скалировать а города скалируют чисто город что ли это бред не буду такого делать не ребята я ставлю я конечно типа близом возил что угодно но я не думаю что под город и у нас снесут это слишком много проблем будет это новые нубятники это новые города это что-то менять надо в ответ то есть у альянса что-то забирать а сжигание тельдорасила будет маловато сообщение полетел обратно на маунте кто знает на фай собачка бафа полигону не важно такие классные слезки были в дырин в этом а донь трейлера дончика там ролик уже отрыли если она сама взрывает лордер он так она вас обид это печально посмотрим ребят посмотрим сейчас нужно кто-нибудь кто закинет короче донате эту песенку тоурынов фазы хорд фазы хорд не фазы хорд там же не было ордынская песня лукит мой хорс не пиняне ссылку на тебя в ряд только в личку можно отправить ребят ссылки и только в личку либо если у вас есть видео можете донатом и запихивать он не появится прям тут на экране подписка доната браузер сурс наверху есть нет я говорю про элит таран чефтейнс цедра чем могу помочь про чай power of the heart называется строк не накачно могут обменять лордер он это льд россию один к одному типа что он странно будет с другой стороны мне к не нравился подгород поэтому я не против я там путался тем более им нужно запихнуть короче сельвана на постоянку в аргримар мне кажется типа чтобы ну типа иначе а где вождь еще не в аргримаре да я читал бы что тебе нужно а ступай честью кровь и гром а а хорошая и н и и и и и и и и К сожалению я не играю типа орками, поэтому мне макхары не особо типа радуют Но возможно это будет поводом поиграть За нормального прямо макхара с прямой спиной с удовольствием Ну давай Сила и честь Может надо выйти с крупой, не знаю Возвращайся с победой Глянь, а нас кинули Давай мой рюкорок кинуем Давай, за бытоводство Да Че я делал неправильно, почему этот маунт Почему этот чувак сегодня поехал, а не висел и не поехал на другую застал Ступай с честью Зак-зак Погубите меня, братан Круп Саня, не бери его Спасибо, воля Не уверен, что нам это понадобится, потому что мы ордынцы, но Благодарим Саня, не бери его Позняк А Генни за такие слова, я больше не буду ставить портал, когда надо будет Будешь самолетать Ездит точно на маунте Достану себе ракету любви Буду сама ездить на своей ракете Да, так управляешься от уровня Не важно А, я младеный телепорт Ваш ход Мне нечего сказать У меня есть листа Фарфарфар Еще тяжело, наркотики Я не наркомат Крики, котики Тяжелые наркотики, сам ты котик А, я, да, ах, хожу уже, да А еще у меня наркоман А что, нет, что ли? Я не наркоманка Ну, смотрите, по поводу, кстати, от того, что типа Модельки, я опять же сейчас на секундочку выйду из игры Мне удивило то, что скелет над эльфов не используется у ночнорожденных Сейчас я вам даже это докажу Ты специально убрешь? Нет Скелет, в смысле скелет, это Анимация Смотрим, да? Проще всего показать на мужиках Спина прямая, видите, да? Теперь берем ночного эльфа Видите, спина у него прямая У него руки Да Выбран за спину Теперь если взять обычный ночного эльфа Хотя, блин, может, я не прав Лупачки Или мне показалось Мне показалось, что у них используется вот моделька на этого, кровавого эльфа На иночного То есть брови точно на этих кровавых эльфов И, по-моему, все-таки спина тоже типа Блодельфийская В общем, мне кажется, что используется не на эльф, а блодельф То есть как бы Ночнорожденные это перекрашенные в блодельфы Они даже просто такие же Не, ну, рост менять можно Ну, это колени вперед тащат, да, кстати То есть это реально Это единственное из-за союзных рас, у которых Моделька Как минимум не копия Ту, от кого они прошли Потому что на эльфе это, типа, надборный тип на эльфа, да Но моделька у них не на эльф Возможно, она вообще уникальна, но, мне кажется, это сейчас как бы блодельф Хотя сейчас проверим Ну, анимация, как ощущение, что вот на эльф Некоторые, по крайней мере Потому что блодельфий сейчас круглого, круглого, вот так, в космосе А танцуют так же? Проверь Атанис, по-моему, это на эльфийский, да? Да Ну да У Таурен так же танцует, абсолютно Это у тебя в кармане иллюзия? Или ты просто раз меня видеть? Никаких иллюзий Все, что ты видишь, очень даже настоящее А как там послушать анекдоты? Слышишь анекдот? Да А им нельзя, что ли, рассказывать о технике? Я совсем не против разнообразия Хочешь бокальчик чародейского вина? Я сама давила ягоды Люблю пузыри В них я чувствую себя в безопасности Почему в пузырях? Ночные эльфы? Скорее уж деревенцы Живут на деревьях, спят в берлогах Иногда даже рога отращивают Они просто не приспособлены для жизни в городе А это неплохо Про то, что ночные эльфы деревенщины Да, даже рога отращивают Привет, Молфурион Или они про Иллидан, наверное Ну Иллидан вырастил рога из-за того, что он впитал в себя Демоническую силу А Молфурион просто из-за того, что он рогат Да, там много поменяли Там у этих Бычков вообще там какие-то совсем уж пошлые фразы были Не знаю, оставили их или нет Типа, главное не длина рогов А там всё-таки Так что-то совсем уж пошлое было, по-моему, что-то про влажность У них там у обоих братьев врага, короче И у Иллидана, и у Молфуриона Судя по всему Тиранда Судя по всему, да Тиранда, короче, это очень любя и бильная дама Хотя, с другой стороны Пока, короче, Иллидан был в тюрьме 10 тысяч лет А Молфурион, короче, спал там Кучу времени Вполне могла повеселиться, Патти Вечно она Красивая Тиранда, красивая Ну, типа, по лору она вроде как красивая считается Не знаю, я бы ей не дала Даже за деньги Сурово, сурово А Сильвальне бы дала? Сильвальне бы да То есть ты ниже чего, да? Ну, нет Думаю, как она стала ниже тьё Ясно, сейчас с тобой, ясно До того, как она стала ниже тьё Она была бандж А только для этого она была элиткой Ладно, когда она была нормальной Нормальной? Она и сейчас нормальная Вполне Вполне нормальная У меня нет времени на игр Тиранда, как персонаж, в Вове очень слабый Очень-очень слабый Среди всех лидеров Орды, наверное, только этот Хотя Лартомара вот раскрыли неплохо в Осаде Огримара и в Пандаре Хотя хоть как-то его раскрыли Хотя бы шуточка про Лартомар кто? Пропали чуть-чуть Вот Этого не раскрыли Гельбина И не раскрыли совершенно тиран Тиранду раскрыли, но она какая-то тупая получилась Взяла просто своих собратьев Да, идите вы жопку, зачем вы? Ну да, получается, как бы Вот она этих ночнорожденных взяла, послала, короче И помощь нужна, она их послала Типа Я не забыла, на чьей вы стороне были И чё? У неё типа по фракции есть эти Маги-эльфы Это тоже, по сути, та же самая фракция, что и ночнорожденные Просто которые не были в Сурамаре Ничего, приняли их А ночнорожденных не приняли А тут бесполезных освещенных Дринаев взяли Которые, умирая, взрываются В книге я читал Что ж там? А, вдововку раскрыли? Так её вдововку развили просто тупой Сорян Она пошла, типа, убила кучу своих сородичей Чтобы сводить Элидана Типа, молодец Умная правительница взяла, убила своих сородичей просто так А, да Сначала из неё Бладельфы уже ушли Да, кстати, да Ещё Бладельфы ушли из-за них Ну там, по-моему, все вместе их Там же Дворф был ещё, предатель Тиранда молодец Она страшная Она страшно умная В это вспомните Warcraft 3 Ммм, какие-то люди сражаются демоны И пропыли на мою, на мою, короче На мой материк Всех убить Так, и она же не повела туда Армия Альянса Просто тупенькая, знаете, вот как Вовервочи Все метры же аутистка Тиранда здесь Да Сегодня в стриме мы выяснили, что Тиранда аутистка Саксес Я как-то тут в просиметра Я не услышал все фразы, что ли? В смысле мы все по луру рассказывают Бладельфы перешли в Орду, потому что, типа Вместо того, чтобы им помочь Найт эльфы Если вы пройдете сюжетку В Тирисфале Ну, не в Тирисфале, в этом Траквильоне То Найт эльфы, наоборот, им мешали Восстанавливаться Кто в этом виноват? Не Тиранда? Значит, рожденных тоже Тиранда отшила Только что, когда создавали персонажа, это показано было Типа Леонсу нужны союзники срочно, а она берет и откидывает таких союзников Зачем? Почему? Это тупо Главное, в Оргенов терпят А вот Бладельфов? Не Почему я двадцать пятая, а вы двадцать четвертая? Потому что я... Вы дальше, чем я Я летаю туда-сюда Ты молодец, Глена, просто, понимаешь? Я, да, я молодец Ну это, да, Джайна тоже зафакапала, согласен А чё-то как-то валяне все время сфакапают Всё, что связано с дипломатией Спасибо за подписочку Тем более горошь, но снес нахрен её город Ну и что? Ну да Чё Ну блин, ну понимаешь, в чем дело? Она наказала кого в итоге? Она наказала, типа, этих Бладельфов, которые были в... В... Толоране Там Выгнала нафиг В смысле, выгнала, а их поубивала всё И выгнала потом ещё Нет, они сбежали Скажи, те, кто выжил Нет, те, кто выжил, сбежали сами Она их всех в тюрьму посадила, либо убила Типа, это нормально? Я понимаю, что, типа Ну, типа Кто-то там из Бладельфов, возможно, помогал, типа, горошу, да, все дела Но, типа Там куча мирных людей было Похитили солнце Она всех пришла убивать Она всех пришла убивать Теперь, короче Я чё-то думаю, её в Battle for the Rot Отпустят Жену Не зря ей модельку перерисовали Не зря она, там, такая, тебя смотрит На Кровь из рота Я по брану был в баронзоборот соскучился Хоть бы его добавили в этом контенте, чтобы он кластики опять добавил Так он за альянс будет А, ну, ты уменьшка Он из альянса за орду раньше был Ну, раньше, да Теперь же материки будут разные альянсы в орду Альянс будет качаться в Култерасе А орда будет качаться в Зандаларах Вдруг на каких-нибудь смежных островах Он будет Там, лигу исследователей свою пропихивать Он вообще веселый персонаж Бран Сафатмен Вот что становится женщиной, когда они с драконами спят Ну что, Глена, не спи с драконами Ладно Ладно Даже если очень захочется Даже если очень захочется Захочется Смотри Кто получил? У Скали с Госсом спала короче Две Вовшебницы Одна сдохла Ну, она оказалась типа аватарой солнечного колодца Ну так и сдохла короче А другая Джайна с катушек поехала Ну так это же не из-за драконов, наверное Ты кто узнает? Совпадение? Не думаю Я думаю совпадение А я думаю нет Две это еще не показатель Нам нужны еще примеры Я не знаю кто еще смотрит драконов по лору Да, кстати, да У Джайна вообще все ухажеры такие себе Один короче дракон Другой сошедший с катушек принц Третий тоже сошедший с катушек принц Только эльф Не повезло, дамочки Нет Глену зовут не Лена Глену зовут Аня Николай 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 Глен на день Гленозавр Гленозавр Ты там какой-то еще придумал Гленорек Это уменьшительная ласкательность Не, Гленорек мне нравится Мне нравится Гленорек Доделанный Гленорек Гленорек Он как в реле Помните Рек Не Рек Не Рек Вот это Яйцо, которое Грек Гленорек Ну хотя бы не Рюг Вижу Гленорек Гленорек Ну я с катаклизма играл Ну типа я в Леча играл но очень мало Глена начала играть нормально только вот в Легионе наверно и то Слушай, скажешь, что он нормально играл. Потому что я по Субсузе, ну Баска. Аааа... Щас секундочку. АДУКАЗ? Саша меня зовут. Он вроде играл чуть ли там из БК или с Классика. С классика. Ну, Ванилы. Ну, на классике я был еще молодой, не опытный. А вот в БК уже начал... ...играть. Наверное, надо забраться, да? Дерьмо. Вот. Причем я, как настоящий школьник, сначала тупо в ПВП шел. Тупо ПВП и ПВП. Мне нужна цель. Что-то заставило меня быть фанатом Орды. Да я не знаю. Да, у меня... ...как-то с самого начала играл за Орду. И в итоге... Да я что-то на пускной все-таки. Просто я как бы привычно играть за Орду. Все города знаю, все локации знаю, цепочки, прокачки и так далее. А Золианса ничего не знаю. Поэтому он как бы привычно играть. Ну, к тому же мне Золианс... Ну, не знаю. Нет, я думаю, Балдельфов, например, не будет на классических серверах. Я думаю, классические серверы будут очень сильно переделаны, но мне кажется... Хотя, может быть, БКшную расу еще добавят. Ну, либо как они захотят сделать. Если они захотят потом, короче, делать... ...прогресс сервера, типа... ...стартует на классике... ...ну, на ваниле... ...и прогрессирует потихоньку до БК... ...то тогда... ...там вместе с БК Балдельфов ведут. А если сделать просто статичные на ваниле, постоянные... ...то тогда, мне кажется, могут Балдельфов и... ...этих... ...коз вести с самого начала. Дренеер! Не Коз, Дренеер! Коз, Коз. 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 Ой, я кажется, сейчас умру. Ну, допустим, по тем же самым пиратским серверам, если судить, то они уже 8 лет на леча сидят. Все нормально у них. Вообще спиратский сервер. Вон пишут. Ну, а с другой стороны, если сделать прогресс сервера, то типа... ...ну, я не знаю, как это будет работать. Мне надо постоянно открывать новые сервера классика, да? Ну, ванилы. Или как это будет работать? Или вайп каждый несколько лет делать? Ну, то есть... Ну, то есть... Типа, ну, окей. Пролет опять два года, опять начался БК, а... Типа... ...классик опять загнет? Ну, типа, ванилы опять не будет? Как это будет работать? Все так просят эту ванилу? Ужас! Плакать! А там вот тут плакать. Это я тоже в ванилнивер. Да я тоже в ванилнивер. Тоже плакал недавно, что... Я так... Что я так сильно хочу в линеечку. Там все так было классненько. Я же говорю, что я плакала. А-а-а. А Томас знал, что не хочешь в линеечку? Да. Поэтому как бы изначально и не хотели добавлять классические сервера. То есть их все равно бы пришлось развивать. Но люди так хотят классику. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не верю в классику. Я верю, что это, как говорят, игрушка максимум на два года. Мне кажется, просто люди... Если они сделают реальный классик, каким он был. То... Люди просто окажутся не готовы. То есть люди помнят хорошие с классика, да? А большинство людей вообще ничего не понимают про классика. Просто наслушались бафосных ключей про классика. Вот. Люди помнят, типа, хорошие вещи с классика. Ну, типа, там было много плохого. Типа... Как надо бафать было свой рейд? Ты бафаешь одну группу... Идешь в другую группу. Внутри рейда, да? У тебя рейд 40 человек. Бафаешь вторую группу. У тебя качается мана. Бьешь. Бафаешь третью группу. Бафаешь четвертую группу. У тебя качается мана. И так весь рейд, короче. И у тебя мана качалась, сути, не через два бафа. Вот. И суть в том, что... Это так надо было делать перед каждым пулом. Очень весело, правда? А еще там баф упал, по-моему, были 15-минутные, что-то что-то такое. Их надо было постоянно перекладывать. И опять-таки они вешались только на одну группу, по-моему. Нужно подойти поближе. Это суммон. Варлоковский суммон, по-моему, действовал на одного человека. После чего надо башка встать заново. Я слишком далеко. То есть, типа... Очень весело будет стоять, короче. Каждые 15-минут бафать, бафать паладином бафа. Там же еще и P5, который 5-минут висит. Ну вот. Потом... Сам контент будет легкий. Типа... Сорян, но большинство рядов классика. Ну, ванилы, они типа... Насколько мне известно. Я малый. Я, типа, играл на пираточке, да? Я на самом классике не играл. Честно говоря, да? И, возможно, поэтому я не с собой унижду. Но, насколько я изучал, там какие-то тактики были. Там были тактики очень простые на всех боссов. Там проблема была не в том, что они делают что-то умное, да? В те времена древние. А в том, что у вас там, не знаю, пол рейда вылетало каждые 15 минут. А другая половина рейда имела 10 фпс. Бей на ставке, не знаю, о чем-то. Окей, бей на ставке. В таинственном деле. В таинственном деле. Ну, в этой шеи вылетало... Ой. В таинственном деле. Собственно. Арен не будет. бэгэшки будут без полета на них надо будет сама перец вальта рак и так далее кстати с разными скобочек пол нельзя будет я вижу только минусы короче ниже плюсов а данжи ты хочешь в одну багажка другие люди ходят другую поверьте собачника не пойдешь что роддомных багажка нет сейчас классы там достаточно убогенькие были я выиграл на бк когда frost mag был очень умным классом не знаю мне как раз там и нравится а то кидать сначала fireball 6 уровня потом пятого уровня потому что тимана не хватает мне как-то не прикалывал да там еще надо будет скиллы учить всех типа будет фэрбол первого второго третьего четвертого пятого и так далее если у вас может мало не хватать на то что касается вам крутой фэрбол самое весело это все будет по ложку штучки заклинание будет висеть правильно каждый скилл будет по 10 раз там повторяться все ничего не будет менять и это галочки вроде всегда не было я там песенку поставил актуально мою любимую твои картинка а да в прошеду приста тоже не нужен будет и и но 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 и и и ДПС, нет? 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 Ну ладно. Самого Гарра. Я не Гара. Да, это он сам. А чё, Саня? Не похоже у меня голос на Гарра. Ну, похоже на голос. Я не видел официальную ванилу. На Савариус я видел. Из-за с кем я разговаривал под офицей, кто играл на официальной ваниле, они как-то не особо восторгит меня. Да, конечно. Да, кстати, ванилу играете? Хотите поиграть хантом? Хм, удачи вам, вас не возьмут в рейд. Хотите потанковать друидом? Ха-ха, только прототанк. Про товар, прототанк. Про товар, да. Про товар, сурай. Паладином потанковать? Да не шутите, вы что? Только про товар. Паладином потанковать? Да-да, конечно. Паладином потанковать. Не пофиг Мне пришлось менять, потому что у меня не прогружались лужи В легионе Монахом? В классике? Не, ребят За ДК Я хочу спросить, правда, девушки такие все красивые, вы о чем? Вы глянье подкатываете? Удачи вам, ребят Я злая Монахом танковать в классике? Это что-то нонсенс какой-то Наверное, потому что их там не было еще Да, боджам был, успех, Бладдека Да-да-да, топово было Помню, помню Аниксию Монахом вообще топов танковать было Да, я к этому Как его? Забыл уже Который в анкираже стоит Ктуун, во Спокойно танковал Бладдека Да, кстати, вы играете за Альянс? Хм, ну, беда, не будет у вас шаманов Вы играете за Орду? Хм, ну, беда, у вас не будет паладинов Паладинов? Ну, то, что розовых не будет Это хорошо Ну, все, короче, мне заело теперь это песня Зря я поставила Включайте Seven Nation Army Ну, красный, я же Это Поппи, да? Что, Поппи? Да, это Поппи Да, это Поппи Это Поппи? Не понял Не понял Там Короче Вкинь ему, я вряд ли сейчас найду Я тоже не найду Мы взгляды встретились с TeamSpeaking Там была замечательная история Не при самых удачных обстоятельствах При самых лучших обстоятельствах Может, туда же зайдем для Какого-нибудь развития событий Ты хочешь в Таджики? Проходите Это же зависимость Мы зайдем и потом не выйдем Да, это зависимость В 3DD давайте еще встанем Куда? В 3DD Я не хочу в Гном Реган Я не хочу в Гном Реган Он попадется, я уверен Выходите, старте Не-не-не, не хочу Давайте перерастем немного Да, 60 уровень перерастем Да Пойдем в ДК Ну, у меня рекорд до 110 уровня недели Без бота Какого уровня были под ваниль? Я не знаю Ваниль вообще хантов не было Они были, но их не играли Потому что ты пета умирает Ты его должен покормить А он еще может убежать У меня того, я умирал, если правильно помню, да? Да И агрил все, что движется Варлоки По той же причине, на самом деле, не любили Не, а варлоков брали всегда, чтобы шкаф поставить Камни, по-моему Да И шарды Да-да А ханты ничего такого не давали, поэтому их ты не брал? А еще ханты не могли в мили бить Стрелять, точнее Хорошо Это видео есть такое классное И дальше в ясеневый лес или прямо? А, подожди Он, я, кажется, понял, про каких петов он говорит Я понял, это тонкий-тонкий троллинг Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Ну, не понял Решифрой Ну, пи это, в битве питомцев А-а-а, ну их не было А-а-а, ну их не было Вот девушка, у нее уже есть жених, ребят Сорян, вы опоздали На два года Ну, это компьютер Э-эй, я не компьютер Теперь ты узнал правду. Короче, засвети свой хвост Глену. А, можем скинуть хвост Глены за 30 рублей. Не надо, не надо. Он грустный. Листья хвост Глену за 30 рублей. Повторение акции. Байт, байт. Вот только сперва деньги соберите со всех, а потом показывайте. Типа теперь есть еще репутация выше превознесения, что ли? Чего? Мне предлагают заработать репутацию ИДЕАЛ с НОЧНОРОЖДЕННЫМИ. Давно, видимо, я не играл. ПАРАПАРАПАРАПАПАМ о чем мы обломали там там правда классный хвостик правда он немного грустный короче у лены есть костюм лисы да 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 и там не есть хвостик и он грустный играй за просто я играла просто там бываем делать для разбойника своего разбойника что-то красиво назвал я могу короче перекачаться пока не подгадывать что-то хочу подгадывать тут были так силы которые короче на изи отгадали сами нашли пока я гляну короче то не отгадали а ты хочешь зиму слишком далеко зарядского сейчас предсказать дождем его думают да у меня еще их очень много но что я не прошла мне нужно вернуться в у тебя есть ли сколько из клавчатка 1 1 7 у нас не закончились уйди 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 он там где heck та от головы вот тело мне а где-то было правой вот там тамs он наш маг эшенрей р konseк убит Неправда, ты уже привык. Бам! У него прикольно стоит 43 стакана, скажи, чем? Пьем, эй, мама, на пищу. Че ты там занимаешься? Я начинаю пить, почему ты икаешь, короче, не останавливаясь. Норм, анимация. Голиков, но с ними весело. С тобой весело? Ха-ха-ха. Когда ты пьешь 43 стакана с не пойми чем. Че там топор за спиной хранит? Не с того, чтобы бить. Не делали анимацию в ночной рожденке, что ли? Кстати, кажется, в ночной рожденке нет анимации кушания. Да ладно. Ну, я сожму, типа. Тебе она просто лица и все. Или, подожди, для магической еды нет анимации вообще. Забыл. Я одни вспомню тоже. И не буду про это спорить. Щас секундочку, просто посмотрим. Зато Глена 25 уровень. У нее первая стадия. Зато Глена 25 уровень. Саня, гуляй. Как гулять? Молодцы. А, сами гуляй. А, сами гуляй. Ты слагом кушал? А ты с фамилиями у меня хочешь? Нет, Глен, я просто так пришел. Нет, ну мало ли ты там, это, действительно, просто так пришел. Я уже качался без фамилий, спасибо, я не хочу еще раз так делать. Это нужно все абсолютно квесты на локации делать. А что нам дадут за развитие сюжета? Ничего. Чувку? Так, 43 стакана не в одного. Игра такая, типа, бутылки. Держись, талант. Почему? Почему? Я забыл вопрос. Как он, интересно, ломается у него? Где эту голову отрывить, Каталит? Скажи, пожалуйста. Не знаю. Головь не трубал. Я трубал. Саня, покажи на карте, может мне метку поставить? Как эти метку поставлю? Тыкни. Тыкни. Ааа. Только ты это видишь, да? Тыкни. Вон видишь, возле эша стоит постройка. Такой слева или справа? Справа. Вон там. Есть лиса, Каталист? Нет. Почему у тебя нет лисы? Тебе не надо что видать. Класс в Сарамаре. Значит, не прошло. Это не сюжетное вообще. Значит, не прошло. О, вы сундука выпадает? Нет. Да, он сундука раньше выпадал, значит, сейчас поменяю. там квест поймать лису. Вот ты ее ловишь, она становится твоей. И все. Не знаю, мне на что переном ездить. На каком Ордынском? Да. На каком Ордынском? Да. Каталист пошли рубить голову. У меня нет кастов рубить головы. Как он называется по-русски? Нажми его, я посмотрю на карте, он тебя взят, нет? Не помню, короче. Не идите, Саравро. Ты-ка, не смешно. Приколюхи в пати лучше, это нужно больше экшена. Экшена пока не будет, мало левела. А вот, предложить. Что у меня станка спекаться? Да, наверно. Блин, меня жгли на будет хиль, может мне? Нормальный хиль. Клина вроде Маком умеет. Так она же сейчас в тканевом шмоте, нет? Ой, не в тканевом шмоте, а в на ловкость. А мне не нужно ткань. На ловкость. Сейчас шмоте на ловкость. Наверно, да. Нет. У меня нету. У меня нету. У меня нету. Я не знаю, понимаете, что я говорю. Знаешь? Актуален для бдОчников. Он был поставлен, чтобы отпугивать отсюда людей, которые захотели и говорили, фу, вов, графика не очень, бла-бла. Я поставил её и как-то перестали. Поэтому нормально всё. Работает. А где их искать-то? По-моему, опять надо под землю куда-то спускаться. Почему у вас там ещё просто не сделать? Потому что я... Я... ...празделал там один кост. И он открыл другие кости. Да, я рычок бесплощенный по всё это время. Ничего страшного. Блин, у тебя такая какая-то есть. Паладенистая и... Мне тут голова висит-то. Не висит. Ты должна найти чувака, который ходит в инвизи. Ты где-то там застава? В домике вон? В домике вон? Отлично, что ли? Здесь, наверно. Нет. Здесь. Разорваться, когда классика вырвется. Я не думаю так. Я думаю на неделе две, короче. Люди хлынут на ванилу. Поиграют. А потом обратно. А потом хлынут обратно. Мне кажется так будет. Слишком много хайпа. Тем более я уверен, что близзы не тупые. Они выпустят их как бы раздельно ванилу и... Нужно. Поехали. Я не знаю. 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 Мне нравится. Хочешь новую лесу посмотреть, кто-то лист? Я вилту в лесу. И комбинезончик, и маунта. Про комбинезончик мог я не говорить. Да ладно. Мы поедем на донаты. Я не понимаю, чё я делал неправильно, где такое задаётся? Какой? Мокая работинка, лесоруб. Лесоруб? Да, у меня не нарисован на карте, но типа там и подхожу, никого нету. Наверное, наверное, потому что, да, заюзать. Шотчик заюзать нужно. Да, как ты вызвал этого небеса, помнишь? Мммм. Тесни тупой. Точно. Винок из кровавых чашечек. Это где? Короче, бежишь по дорогу в сторону локации, ну точнее в сторону лёдки и собираешь по дороге цветочки. Бездаётся как раз на заставе. Винок из кровавых чашечек. Сколько таких суточков есть? Есть. А, вот его. Тушек вызвал. Так чё, идём в данжик? Я не хочу идти танком, а так можно. Привет, Хаунд. Привет, Дарк. Ну, заводи с ДПС-ом сюда. Ну, это будет до... Так какая разница? Просто станем в очереди и всё. Я корону себе поставил, я же классно. На место в сумке, нет? Продайся. А, у меня же Маунт есть этот. Сейчас продамся. Я же Мамонт есть. Время-деньги, друг. Но, Эвил, новые локации реально красивые. Понятно, что старые локации, которые 1100 год, никто не трогал, они выглядят уже староваты. Это я с тобой согласен, но в остальном, типа, меня всё устраивает. А есть такое? Есть. Да нет, это, наверное, не подготовка к обновлению. Просто смотрим изменения, прокачки. Путовка к обновлению будет уже где-то за месяц, когда будут известны, короче, примерные пауэрранкинг классов, рас и так далее. Припатч. Ну да, когда припатч выйдет, всё начнут, или там, на ПТР всё это протестируют. Люди начнут именно изучать, кто вообще тащить будет. И там, я думаю, приятный класс, расу, сервер и всё такое. Эй, ты же выполнил норму по струбленным деревьям и головам эльфов? Нормально. Хорошая норма. Так, подожди, нужно собирать цветочки, и что дальше? Ну, юзаешь конский хвост, ну так, и сдаёшь хвост. Вот цветочек? Восемь, что ты собрала их? Восемь? Семь? А, нет. Восемь. Нет. Вечное солнце направляет нас. Вот что значит, люди квесты не читают. Что тебе нужно? Саня, давай не будем, ладно? А если будем, то давай. Нет. Нет, я за мага. Аркан маг. Ой, у меня аддон-то не поставлен. Я ж могу снять ДК... А, нет. Так, да, вот. Да прибудет с тобой. А вы подождёте минуту? Подождём. Аааа. Нет, я не думаю, что рандом буду ждать минуту. 30 секунд хотя бы подождите, пожалуйста. Ну, это танк, ой-то говорю. Кто у нас танк? Паладин? Да два скила забить нужно было. Всё. У меня нет цели. У меня нет цели. Да, запилили. Вот. Я же играю за новый раз. Который опять смотрит на флешник свой. Мобы, кстати, умирают намного туже, чем раньше. У меня нет ауэшки, так бы умирают. Не, заметь. Не, я поношу урон, да. И раньше это был бы ваншот. Я же в фамильке сидела. А сейчас нифига. Усложни до донжем. По крайней мере, по хп вылечен. Глена не выхиливает. Выхиливает. Мне нужно спрестовать для начала. Усленно с таким количеством стилов. Долго до сих. Биткоин на пиццу? Может быть как тот успешный парень, который потратил все свои биткоины на пиццу? И прочее? Он правильно сделал в то время. Скиньте меня в биткоину. Можно не биткоины. Кто знал, что биткоин стрельнет? Ну, ты знаешь, как он сейчас горел, наверное, все это время? Когда он узнавал, что биткоин так вырос. На форуме сапплей за скалированием? Не знаю. Я помню, перед выходом дренора, они ужали статы. Криво. В итоге в Черной горе были такие каменные големы. Тиники такие, да? Как в огненных просторах. Ты просто не подходишь к танкам? Нормально одет. Он разворачивался. Просто баншот прописывает. Такой идет дальше. Прямо неделю, короче, было нереально качаться в донжах. Недельно, пару дней. Нереально было качаться в донжах. Потому что реально боссы. Босс по-моему, нормально было. А вот обычные мапсы, они, конечно, просто подходили к тебе и давали по щам просто. Вообще, без вопросов. Типа, здрасте, до свидания. Нужно больше золота. Спасибо, дрюмер. Варчрафт. Еще и самого начала. В чем прикол? Обновление какое-то вышло. Да. Вышло целый набор обновлений. Во-первых, переделали систему прокачки. Теперь локации скалируются к тебе. Данжи скалируются к тебе. То есть, по плану Близзардов, это должно привлечь людей играть, ну и сложные данжи еще. Должно привлечь игроков к прохождению локаций и квестов на локациях. То есть, Open World опять. Понерфили X5, там, понерфили фамильные вещи. X7. Во-вторых, новые расы. В игру добавили 4 уже новых расы. И мы как раз таки играем за них. Я с Гленой Ночинорожденные, а наш воин-танк у нас Таурен Крутагорье. Так у нас почему-то воин-танк с двуручем бегает, ну и ладно. Я не танк. А, да, ты ДП, все равно. Видели мы таких воинов, которые ставят роль танка? У Крауэльфа такие же уши, как и у Ночинорожденных. Я вообще сказал, что моделька Ночинорожденных, это чуть переделанная моделька Крауэльфа. Уши другие. Такие же, нет? Нет, другие. Может, у ушей на Тельсах. Кровавые, например, были пушки, короче, нет? Ну, брови чисто от плод эльфов. Но на эльфов не такие. Ну, Дробитель, мой любимый. Хогер. Я помню, раньше собирал на него пати из пяти человек. Вернемся к разговору о классике. А, Луз раны глинула стул. Тогда же надо было пати собирать из трех человек минимум. Почему у нас Кирилл Фан стоит и ничего не делает? Он элитный пользователь. Он заплатил за подписку, зачем ему играть? Ну, они типа смесь ночных эльфов и эльфов крови. Судя по всему. Нет, это не моделька не ночных. Анимации да, моделька нет. Мы чуть раньше на стриме сравнивали. Судя по всему, именно моделька у них от плод эльфов. По крайней мере у мужиков точно. У мужиков там по коленям очень легко заметить. У найт эльфов, короче, колени очень сильно как-то вперед выкачаны. А у мужиков найт борнов нет. А вот в воде, да, я согласен полностью, как только оттуда эльфов. Видишь, что я делал? Эту расу делали для типа аддона, да? Поэтому их наверное делали как бы чуть больше эфорта. Ну, усилию вложили. А в найт борнов делали специальные как-то дополнительные расы. Поэтому скорее всего такая вещь. В общем, у меня мана села на боссе. Понимаешь, что у тебя мана сождилась на боссе? В этот раз. Не. Не, ну на лоу левель. Да. Тоже самое. Там же в порт... Стоп, Сирона? Да. Мы типа не успели убить, а он попал в ярость? Нет, он вон рейдж входит всегда. А, да. Я даже не помню, кто он походил рейдж, мы его просто шутали. Так, мы не все пособили, нам еще... Одного. А, пережал. Конечно. Снашалски попала вот и понарожали, дарились урода. Ну типа это нет, они же типа просто мутанты. Типа обычные эльфы, которые жили под ночным колодцем, поэтому они мутировали. Таких. А... Хай эльфы мутировали в Хай эльфах, потому что они в полсолнечных колодцах жили. А вообще все это тролли. Мы все ежелиные тролли. Я хотела сейчас пошатить. Кнопок не хватает, сейчас гораздо скучнее. Кнопок не хватает. Не нравится мне он. Ты 25 уровень. Тебе скиллов нету. Ты думаешь, надо что-нибудь вырасти по скиллам? Нет. Такой бы нет в арканах. По-моему, я уже комбинацию все получил как-то. Да. Так, барьер чрезвычка 2 уровня будет. Может, это не магично такое. У меня сейчас скиллов вообще нету. Просто новое. Смещение это... Это коржи блин. Великая невидимость, явно это не то. Черт, сейчас. Лорд Перегард. Знакомьтесь. Ой, а у меня же, как у монаха, должна быть усиленная прокачка же. Не нажимай его, нажимайся, скажем. В общем, что-то я чувствую, в следующий стрим я уже буду не на этом классе. Садись, оператор растет. Черт. Еще и мана качается, и забей вообще. Мана-мана. Хоть фростом играй опять. Или фаер-мана. Перобласты, 7 штук подряд кинуть. Собственно, могу как-то сейчас посадать персонажей по-синецкому? Все? Ща подожди, секундочку. Как хочешь. Как этот сайт, называется, на котором мы... Эээ... Стропол. С этим домжом все? Да, все три босс. Блин, я красный сдавал, ну и ладно. Так зайди обратно. А, ты уже... Я понял. Я думал, как время он автоматически сдался. Угу. А лук, в чесноборах, достаточно, мм, скучный класс. З квест дали пол-левела, кстати, Саня. Блин, вообще пофиг. Глент, тебе сюда не нужно попасть улететь? Ага. Куда? Там, где я. А я, подожди, я кружусь. Тихонечку. А где ты? Хантер, достаточно скучный. Типа стоишь, турелька и пуляешь. Да, нужно, да, да. Подойди к мастеру полетов и скажи мне нужно туда-туда-туда. И лети сюда здесь кластики. А у меня тут что-то ещё есть. Я... А, что-то там. Это вообще непонятно где. Отнесите скверня на воду. А, я венки не закончила ещё. Подожди. Прошу. Я старопон прочитала. Каждый понимает миру свой спорт на сцене и читает. Монаха тут ещё можно добавить, кстати. Ээээ... А я DarkHound залипаю... Ну ладно, без монаха тут. Хорошо. Я после вчерашнего стрима Каталиста я прям влюбилась в неё. Хорошо играю. Я отжала у него... Я отжала у него аккаунт стимовский и теперь играю. Паладинок у меня тоже вроде как есть. У меня воины. У меня воины сегодня от него прокачаны, кстати. У меня воины. У нас есть воины. Я тебя зарежу. Рогой. Может можно ещё. И рогу зарежу. У меня есть воины. Я стерпеть не могу. Давай я тебе рогу создам. Угу. Угу. Каталист, твоя дыра. Скоро будет необъятных размеров уже. Головореза только делай. Или в буди будешь качаться. Не знаю. Блин, остался, короче, один цветок. И, как обычно, его нет. А, персов много. Очень много. Знаешь почему? Потому что у всех игроков вов много персов? Нет. Потому что у тебя дырища. Какая-то противная. Да, я противная. Ну и все 15 уровня, если есть, то хорошо. В смысле? У тебя там много персов лоу-левен. Ну и много прокачанных. У меня один дк 85 плюс, короче, штук 10, наверно. Если на аккаунте. Это, по-моему, первый нормальный персонаж. Анжи сам руку. отнесите с корня на водяную сферу джен джен это джена это где где тысячи заставе на карте просто не отображается почему у меня все нормально это который мешком вызывается нет тебе на заставу лишь думала дерево она в рим world делать черный волос нет здорово все светлые волосы говорят роги сосуд я же не делал персонажа для хай-левела привет товарищ тревон меня вчера дарк нагнули оленя я убила короче одного оленя недалеко от него короче пастись его друзья в общем они пришли ко мне всем стадом меня убивать а в это время у меня пошел очень сильный дождь с грозой но и соответственно молния ударила в дерево дерево загорелось мои ребята пошли тушить ну и пошло-поехало а там меня приняли оленя я такая понятно ребята можно начинать заново что-то напал на линии я нет ну как бы мясо зажарить съесть понимаешь кул стори мне мне нужно было мясо вот и все сурамар был для нас всем миром ленте лишь бы кого-нибудь зажарить да вообще не говори а сегодня у меня курочки спаривались а м а а а а а а а а а Продолжение следует... Ну да, как-то, типа, и олени сразу, и молния, и, в общем, все дном. Оп, а кто-то умер. Я упал. Хотел сделать квест... ну, ачивку полетели. Не могут его парня найти, Дженнел. Не спаривались, спаривались, ребята. Да, может, и спаривались. Нет. Курочки плодились, если по-другому. А, у меня есть кинжал. Ничего ты не создаешься. И это все! Нет, ну а они забили. Дошарак будет вкусный, наверное. Так, а что не создается? Блин, ты сейчас сказал про Дошарак? Хочи, что ли, заварить? Началось. Спасибо за подписчиками. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это такое? Я, честно говоря, не знаком с монеточкой, поэтому... Первый раз это слушаю. О, Риса Чан? Да. Чан-чан-чан. Ребята, в Рим, Рим Ворлд. Там, короче, курочки высадились, десантировались, в общем, в мою локацию. И я их взяла к себе. Десант из курочек? Да. Я не наркоманка, ребята, правда. Мы тебе верим. И тебя вылечим. Напомнили, пожалуйста. У Роги в бое нужно... Головорезе нужно именно две одноручных меча, да? Или кеджал можно просить? Звывательно два меча. Что? Звывательно два меча. Да, я буду задав скрытности. Или ликвидацию. 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 Так называемый мутирог. Да нет, там игрушка была, Рим Ворлд, там курочки. Меня больше всего пугает, почему животные, которые похожи на пора, дают молоко. Это косыроги. Они просто, типа, лохматые. Ну, они очень похожи на пора. Очень странно это. Нет. Большие, белые. Моделька пущек, как у них. Я безработный, а у остальных это, можно сказать, работа. Я дома работаю. Ну, это моя работа играть в играх сейчас. Как бы это ни звучало. Везет, как будто. Продолжение следует. Спасибо. Допрос я не доводила, просто мне пришло сообщение, что вот у вас высадил пациент курочек, и они теперь ваши. Всё. Заберите, мол, распишитесь. Я не хочу ничего говорить, но... ...под заплату, но мне пока что стоит. Давайте только тогда сменим эрлокацию, чтобы Зана не проходила такой же. Согласен. Куда пойдём? Нельзя наорать? Ну точнее перед горе Хиллсборда. Окей. Ну... Блинозавр. Ничего не хочу сказать. Мы всё равно отдельно качались, какая разница? Идея была в том, чтобы мы качаться вместе, но как-то не получилось. Не получилось. Вы как-то квесты берёте по скорости. Вот и ты. Нет, вы просто квесты берёте разные. Я вот взял цепочку квестов, пошёл её выполнил. Нет, я проходил, просто я там изобразил один квест, вернулся и удадил. Да, так же получилось. И наборов нету. Это есть. А, нет, столько. Пару деталей из него. У меня как-то на латы есть наборы, а на ткани и так далее нету. Кожа. Хотя играла тканем, посажем. Сейчас время. Тюльчиками скиньте. Здесь уже это кто мне скажет. У союзных рас. Ленивые Близзарды. Это да. Перестань дышать. Вообще перестань. На минут пятнадцать. Я дышал? Двадцать. Я дышал? На, ты про... Пельмень. Я уже смокался. Смертоцикл точно. Просто перестань дышать на минут пятнадцать хотя бы. А смертоцикл еще в игре можно получить или уже нет? Вроде бы только за Альянс можно его получить. Хотя хер знает. Альянс продается за деньги. Я участвовал прямо в голосовании. Я тоже. Шалдурай выстоит. Глент, подойди-ка. Это у нас где вообще? А? Это Анделе. Да, да, да. Как мы... Тогда надо в другую эту лететь. Как тебе мой маунт? Да, полетели. Отведи это к Лену. Отведи это к Лену. Отведи к Лену тогда. К этому. Придгурья Хиллсборда? Да. Полетели, Лен. Это Восточный Королевство, да? Угу. Длинозавр, полетели. Жду тебя в Огре. Не, нужно мужика довести. Подожди. Ладно, фиксайте мужиков. Я все квесты отменяю. А, куда ты улетел? В Огре. Ага, я туда должна попасть. Камушка. На ледке. Либо на такси. Топ, я же делал панельку. У меня пропало. Скилл. Давайте я тут просто останусь. Не-е-е-е. А почему ты в Огре не хочешь улететь? Я просто не понимаю, зачем переходить в другую локацию? Ты еще не закончена. Ну, у тебя не закончена. Типа я не хочу по второму разу стримить. Тоже самую локацию. У меня нет цели. Давайте вообще по разным локациям разойдемся. Точно. Вообще хорошо. Как вам такая идея? Какой у него лусь классный. Это за Крутогорье, да? Где? Я еще не видел. Тут Маунт Крутогорский, я так понимаю. Кстати, ты так не показал нам своего Маунта, который тебе отдалит? Не, это не за Крутогорье. Ну лось, не Крутогорский? Нет. Сейчас прилечу, покажу. А, не та башня. Это вроде бы за убийство Архимонда в Гере. А нет, какого Архимонда? Этого. Ксавиа? Кто там? Да, Ксавиа. Я убивал Ксавиа. Керя. Вроде бы его, его, вот. Это Маунт с него. А, он там падает или он гарантированно дается? Гарантированно дается Кваститым. Так почему у меня нет его? Странно. Я, кстати, выбивал. Выпахали. Зато ты перестанешь икать. Зато ты перестанешь икать. Ну, встался. Ты встался сейчас? Да. У меня есть только горота. Ветка стелс. У меня горота, ошеломление, обширные карманов и полы трюк у меня нету. Странно. Нет, я тебе про ветку стелс говорю. А, справа. А, справа. А чем тогда? Я, ты же, в основном, дамажащий. А, вскрытись возьми. Как ты будешь бить со спины моба, которого ты загорел? Скажи мне. Наверное, визит к нему подойду. Ставлю. Накину станы и бэкстап, бэкстап, бэкстап. Амбуш и все, и моб умирает, по сути. Ладно, ладно. Ничего проблемы, тут не фальтуплей, плотина с вами с миром. Ну так и есть. Реван, ты так и не ответил, как у тебя дела? Или ты уже свалил? Ты обожрался, боишься померять? Знакомое чувство. Так, мы в Хисборда? Да, я глянусь. Я не собираюсь никуда лететь. Ну, качайся одна. И так это качаюсь. Ну и качайся полностью одна. Если ты что-то не будешь понимать, как летим, и тебе не поможем. Вот так. Все. Я быстрее потеряюсь, пока буду лететь. Так он тебе отвезти можно себе, нет? Да куда он, я может отвезти? Я ей сказал, прилететь и прилететь в Огре. И все, она... И как я должна была туда сейчас попасть? Такси. Такси. Какое такси? Летка. Летка. Ты оттуда стреляешь. Сегодня у нас был халявный стол для предпринимателей. Вот и сижу. Чем теперь себя занять? Халявный стол для предпринимателей? Да где он, налоговый? Аааа. Я не могу туда, у меня нет туда класть. Если только ты его возьмешь и поделишься. Лайм не заделится. Ты можешь просто прийти туда. Ты Ravensward? Да. Метро это проводит? Ааа, магазины метро что ли, да? Там точно нельзя делиться? Да, серая кнопка. Все. А нет, можно. Пришел? Да. Блинарек. Ты ее ждешь? Угу. Ну и все тогда. Я не понимаю, что сложно у тебя в Агримарке идти? Прав, забей, забей. Да не-не-не, мне просто не интересно. Да, это... Я не знаю, куда это. Столица Орды, которая ты начинала. Привет. Радно, забей, сильная или независимая женщина. Даже моя сестра в первый день не знала, где Агримар находит. Она знает, она просто специально. У меня есть такая стадия. Я просто не понимаю, зачем мне туда идти. Потому что я создал нового персонажа, чтобы я не проходил... Заново не проходил Ашинваль. Так проходи. В Эльвусский лес. Я пошел в другую локацию. Предлагал вам, если самой пойти. Я как-то с серебряного бора начну. Потихонечку туда пойдет, пойду дальше. Вот. Тут класс неплохие. Что такое? Да, тут написано так. Главный палач Морти смотрит на лист бумаги. Да, тут написано именно так. Ravensward Noob. Почему он меня нубом называет? Где этот шут с мозгами обра? Ты нуб. Главный палач Морти. Главный палач Морти. Надеюсь, у тебя что-то важное. Ты знаешь, что я не выношу это место его проклятую вонь. Зачем ты позвала меня? А еще мне интересно, что тут делают эти твари из плети? Вождь, я так рада, что ты смог прибыть. Многие воины плети, которым удалось сохранить рассудок, после смерти короля Лича остались неудел. Эти твари, как ты их назвал, зовутся валькирами. Теперь они подвластны мне. И позвала я тебя в том числе из-за них. Продолжай, Селивана! Да, вождь. Так вот, я сняла с отрекшихся их проклятие. Мы, отрекшиеся, не можем иметь потомство. Но с помощью валькир мы научились оживлять тела погибших и превращать их в отрекшихся. Агата, покажи вождю. Что ты здесь устроила, Селивана? Отсюда попеточку. Это противоречит всем законам природы. Этому нет названия. Вождь, без новых отрекшихся мой народ бы вымер. Мы потеряли бы влияние в Гилнеосе и Северном Лордероне. Громуш. Ты хоть понимаешь, что это значит, Селивана? Чем ты теперь отличаешься от короля Лича? Как это чем, бождь? Я служу Орде. Попридержи свой язык, дохлятина! Кромуш, останься тут и следи, чтобы королеву банши хорошо охраняли. Следующий раз яду полного отчета. Помни Селивана. Но в конце концов мы все предстанем перед творцом. И будем держать ответ за свои дела. Может быть, твой день не будет. Все, чего касается Мэйл, почему-то все время падает с серверами. Вы не замечали? Нет, нет, нет. Бляд какой-то. А я, как всегда, везучий, короче. Когда я стремлю, у меня оттуда начиналерс падает. То кто-то отключает воспользование видео. То отключает сервера в Селивз. И что теперь? Ну, еще не убрали его отсюда. По квестовой цепочке просто. Горош, что тусит, но это цепочка катаклизма. Там еще гараж был вождем. Про то, как, короче, Селиванка начала новую нишу делать. Что привело тебя сюда? Она уже нашла способ? Как понятен, давно лазмил. Как понятен, давно лазмил. Нет, она же недавно. Она сейчас ищет тебе еще один способ. Где валькира там мало осталось? Да, да, да. Главное то их валькира в аду. Из-за нее же. Этого не знаю. Это ветка за орду, да? Это я не знаю. Это ветка за орду, да? В этом. Вместо нее. Где в итоге начали? В смысле? Ну я с ним, лисом, вроде бы, мы начали. Сервак? до синего леса но это типа время я на релизе не знали мы выбрали цель адона и не знаю кими персонажем творящим я же то наставлю под отдел и это все спасибо рио музычка подъехала кажись если начиналерс нормально будет орваться впрочем меня выкинуло из игры когда я летел на биржаблю что за песни про люцифера в реву еще кто-то играет но я с ревном тоже играл в реву свое время мы с ним срались так неплохо постоянно я сейчас какая-то неплохая не знаю что там по смыслу слова я не улавливаю а мотив прикольный рип какой-то странный хорошее значение слова хорошее значение слова какие-то да я забыл я не помню я не понял что они висят после выхода из боя а это по-моему еще катаклизм сделали, что комбо поинты переносятся на следующий таргет нет, катаклизм не было монахов еще до монахов по-моему это сделали просто 100% по-моему катаклизм сделали потому что враги жаловались, что они начинают раскручивать дпс, а моб умирает и они не успевают перенести на таргет ну, комбо поинты спасибо за подписочку по поводу онлайна я даже не знаю, там уже вроде была какая-то плетишка, которые писали и потом вроде ушли масоны да, так когда там эрозики всякие посваливали вроде реалити за клубовый хаос да, когда мы играли онлайн и пол уже два раза знаем с тобой ну, в онлайн гильдии еще не помнишь сколько человек во всех гильдиях было некоторых по 5-6 составов, а когда мы уходили уже было 3-2 3-3 там уже никого не было тут только у хаоса ну да это по-моему хаоса 2 уже было синий и обычный ну там ну там полупустые, поэтому 2, да может быть на каких-то новых серверах, которые там было открыло ну, насколько я знаю, там сервером документ плюс по крайне последний доход помнишь, они говорили, что мы вот через какое-то время садим еще один сервер и потом не открыли его? да, и потом и потом они затихли и ничего не открыли мне кажется, это потому что он тот сервер, который закрыли, который не пошел не пошел нет, ребят реви только в России пипец придется в Татая у реви все хорошо тут проблема внутреннего уровня нашего плохих локализаций вообще не пустят реально, а почему они пустят эту новую дружбу в Россию? нет сейчас 2 месяца что-ли? нет, ну что-ли не смысл реально, почему они пустят ее? расскажи, пожалуйста я что-то такого не слышал а, ну это тех же разработчиков игра ну они там разные совсем рев он немного другой типа там pvp, осады нет если ты про если ты про Moonlight Blade который я стримил на прошлой неделе по-моему или позапрошлой то это другая игра а там разработчики именно NetEase вроде делают какую-то новую данжеву игрушку я не удивлюсь вот я не удивлюсь в СНГ по-моему на Steam есть уже только это типа закрыт для нашу орган там чисто пве, данжики и так далее там фокус другой игры так мне не расти мало спасибо за подписчику ну да новая игра тоже компания от NetEase там одни данжики и все там нету открытого мира но это не не обязательно плохо ну да но джасис онлайн ну это да я слышу посмотрим посмотрим я просто не знаю зайдет ли у нас в России игра чисто про данжики тем более что в свое время выходила какая-то там игрушечка там Dungeon Fighter Online чисто про данжики все такое я очень быстро вздохну и с дурными леснями слушаю слушаю да победит о чем ты спросишь начать Коррес памera ей а если никуда будет с possible а то это м и разберенный неправочный друг он Гибель всех мурлоков. Целое племя. И это всё! Спасибо. Зайдет опять 6 месяцев, WoW Classic потом умрет, а в целом сейчас нет куда кому. Согласен. Я думаю WoW Classic вообще на две недели зайдет. Подавляющему большинству игроков. Но посмотрим. Согласен. 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 Рокфолу, а что не так с clip? Громко или что? Может быть эту задевает права верующих верут Я уже не помню, как это называется. Оскорбляет чувства, да, верующих. Блин, сейчас Кужиногоху посадят. Я тоже не слышу, чтобы там было что-то плутонизма, прям в словах. Там я вижу, что там на небесах поет, что-то такое. Я, видимо, не слышу, что там такого. Не молчи, приятный. Это уже не важно. Он уже пошел жаловаться. Продолжение следует... Ну, кстати, Северный Борн на голосе лучше, чем Ашенвальт покачку. О, есть не риск. Сюжет к интересному. Сильванка, горошьи, все дела. Косценчики. А мы меня это убили? Я скажу, что меня Роскомнадзор поставил это видео. Ну, типа, если бы не их наряды, то я бы сказал, что обычный трек. Это Борн, да, для кастера. У меня есть маг, как бы, да? Я создал Аркан мага, просто попробую в Аркан маги поиграть. Мне не понравилось. А так маг у меня уже прокачанный есть. Незачем мне второй маг. Вот. И, типа, локом я не хочу играть, а больше кастеров-то особо нет. Ну, типа, ШП есть только. Хочу ШП. В итоге, короче, я создал, как бы, в любом случае, когда будет выходить аддон, да, когда я буду качать персонаж уже для полноценной игры в дополнение, да, для рейдинга и все такое, я, типа, жетончиком качну его. Нужным классом на нужном сервере, нужный раз. Сейчас, просто, как изучаем, именно прокачку и так далее. Измененное вот актозирование, квестинг новый, данжики, ну, перебалансированные. Блин, сейчас даже реально нужно сказать, короче, этого Мурлока срочно для Ани. I'm Murlock, I'm Death. Кинжолов нету. Как же, я рогонька не играла, с ума с ума с ума. А, вилсторой не надо, я понял. Вот, Сара. Полночить, у меня нет его, да? Прикольный. Платно. Кстати, интереснее всего, что за боны у троллей новых. Что за боны? Скиллы ты имеешь в виду? Надо по-своему появиться, посмотрим. А, бонусы ты имеешь в виду. Раз, два. Посмотрим. Я пока не определился. Сила и честь. Да, да, право, не смотришь. Как бы, зачем мне качать второго мага, да? Если я могу просто взять, если прям очень хочу, значит, рожденого, просто поменять раз у своему. Слишком далеко. И у меня будет все то же самое. И это все! Наслужат мормоны и фанатичные крестьяне. Они еще ни разу не жаловались на мою музыку. И мой друг мусульманин тоже. Я помню, у нас в соседней школе от моего дома был свидетели иеговы. Там собирались. Прям в школе. Я не знаю, почему школа им давала, как бы, типа, место для сходок, но, типа, давала. И, в общем, мне постоянно приходили, звонили в дверь, типа, не хотите ли вы поговорить? О буги наших. Да, 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 все так и есть. Один раз я шел по улицам, днем, ко мне бабулька начала приставать, типа, свидетели легавы. У меня делать было нечего, мне было скучно, короче. Я с ней начал этот, ну, типа, разговаривать. По-моему, я ее затролила, она такая взяла, типа, не вернулся, злобно ушла. Ну, минут 5-10 разговаривали, она сначала держала, держала, держалась, когда я ее троллил. Так, знаешь, типа, в Талфе потоньше, а в Талфе не выдержала и ушла, типа. Она будет молиться за мою душу все дела. Не знаю. По-моему, иегова, нет? Там не игова. Не знаю. Они теперь запрещены, поэтому какая разница? Я знаю, что у меня у матери подруга в свое время завербовалась туда и прям вообще другой человек постепенно стал. И очень хорошие проблемы с ним было. Там она деньги какие-то уносила. Да. Причем хорошего. Берите своих близких подальше. При этом бизнес просто делают такой. Для этого и создано, секта. Да, просто деньги выкачиваются. Сейчас, такие же секты есть, только там, какое название. Я же еще этот Тома Круза. Типа, запретили, но... Появились другие. Это уже более агрессивная песня. Я люблю такие гитарные траки. У меня есть. У тебя рекрутера. В левелах. Ступай в гильдию Бабайки. Пригласят ступа. Я жду, короче, когда у меня гильдия классное название пригласит. А помнишь культ сексуального бобра? Вообще топовое название гильдии. Да. Морды в пол. Тоже нормально. Я хочу в гильдию культ сексуального бобра. А тактика вайп? Дорожая тоже. Не то, что всякие экзорсусы, карфагены. Вообще, карфагены вообще, кто такие? Или методы? Это свои почтовые ящики. Еще у них в Туле много локаций в молильном доме. А как их пускают? Я вот этого не понимаю. Как их пускают государственные учреждения? Ты думаешь, они проверяют? Ну, конечно, что они не знают, кто у них собирается. Вся округа знает. А директориса школы не знает, что у него уеговый спортзалит у себя? Может, и заплатили? Естественно, заплатили, но, типа, снова. Естественно, они не бесплатно. Ну и все. Конечно, там, для детей может плохое влияние будет. Если вдруг они там встретятся. Дети и... Ты думаешь, ей не плевать? Ну, а в конце концов, скандал может быть большой. Типа, если это, типа, всплывет, то реально может быть большой скандал, там, типа, что по телеку, типа, бла-бла-бла, в школе свидетелье ягова. Бла-бла-бла, наберу детей, бла-бла-бла. Тем более, что они запретили сейчас. Мы съели ваши гномов вот тут на зоне гильдии. Тоже неплохое, да? Эх, помню массовое затопление гномов Долорань. Было весело. Что? Массово топили гномов Долорань. Зачем? Почему? Они не могли выбраться из бассейна. Что? Когда там только Долоран открылся, гномы не могли выбраться из-за фонтана, который в Долоране. Вот ЭЛК. И чтобы выбраться, им или нужно было помочь, или анстат делать. Мне кажется, слежи расисты. Это прикольно. Не то, что в Гилдварсе, но в втором. Что все расы, в зависимости от такого роста и типа вида, все расы бегают и прыгают одинаково. Поэтому маленькие Азуры, короче, прыгают там, я не знаю, такой же высотой, хуже высоту, что гигантские Норны. Смотрится немного нелепо. И бегают с одинаковой скоростью. Поэтому Норны, короче, бегают очень медленно, а Азуры прям лапками так быстро-быстро-быстро-быстро. Гори, береги себя. Мокрая. Да будут всегда три твои клинки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 кританул случайно случайно убил чувака на нету по костов нужно было пропускать чуваков я помню короче квест был такой же где-то в бк вот и чтобы его пройти мне пришлось снимать себя все оружие все доспехи иначе я шотл пацана и и и и и и и и и Локтар Вот я, например, считаю, что Близзарда зря сделали, значит, нарождённым Пассивки настолько заточены на силу магии Потому что, типа, непонятно, а зачем тогда играть рогой? И это всё! Спасибо, Релан, вместе с Мурлоком Кстати, когда выбираете донат, да, выбираете компанию правильно, то у нас из-за этого люди же паникуют Вот такие Алины ставят свои компании на мышки, а деньги уходят, например, у меня там на что-то ушло, там, типа, на коллекционку, по-моему, у меня там ещё на что-то, на мою компанию улетело, там, на тысячу шесть бабла, да? Типа, явно не мне, деньги в итоге-то не мне ушли, вот И, типа, непонятно, типа, донатили реально мне, типа, или донатили, типа, Алине, просто на её стриме выбирали эту компанию Сложности Вот такие Сейчас, секундочку, чатик, сэм починю Настройки Надо мне второй монитор покупать Возьми один из тех, которые есть У меня есть маленький, нет, один не работает, который у тебя, а у тебя есть маленький, работающий, но очень маленький Есть два неработающих монитора У тебя два неработающих Обычно маленький мониторчик Ты можешь просто взять и починить оближать их Я очень неужен, понимаешь, он опять сломался Даже на силу, очень Отлично Тогда Тогда Повесь Повесь просто на стеночку перед собой У меня просто нет места для второго монитора Нормально, ну либо вместо паники. Планшет возьми и... Планшет? Да. Ну это мониторируем. Это тоже мониторируем. Я возьму какой-нибудь чешенький мониторчик небольшой и просто повешу на стеночку перед собой. Часто для счета. Слишком далеко. Даже два монитора. Или знаешь, что у него книжка валяется сейчас? Да мой хура. Да ладно. Тут книжка про гилд варс первой валяется даже. Я не читал книжку про гилд варс? А я не только читал, я их даже купил. Одну, наверное, не смущу. Проще капли пас. Те, которые я читал. Третью я не читал. Я не читал. Просто там у тебя на полке пули сборы. Подумай. Будем честны. Перед зрителями. Бегать, кто discussions. Не знают. Есть еще вроде рута не чат. Ждом. Может уводить прям на тот монитор. Как ты сидишь чат. Ну, купить надо, не надо. Даже платы. Конечно, на этот новый союзный раз они прокатили. Всего один маунт, расцветка всего одна. Нету нубятника. Нету нормального вступления. Вот эта минута вступления. Такое совсем. Я понимаю, почему они так сделали. Потому что реально сложно было бы 6 раз. Но всё равно смотрится не очень хорошо. Ну, или, может быть, имеется ввиду, что ты, типа, проходя... ...репутацию, когда качаешь, тогда, типа, с ним знакомишься. Типа, зачем? Типа, что тебе нужно? В общем, есть некоторые вещи, которые меня расстраивают. Я уже говорила, что это можно было сделать зеркало. Главная сила. Ну, опять-таки, надо было квесты для каждого раза делать. Да, но проблема в набятнике, типа, её не доно. Для высотого уровня. По крайней мере, для ночнорождённых... ...можно было спокойно сделать зеркало в Сурамаре. Это очень больно. Ну, в общем, очень. Мне больше всего хочется, чтобы они... ...в эту пассивочку... ...так, сейчас, щек, спустили. Вот так вы видели, или нет? Я очень хочу, чтобы они взяли... ...в эту пассивочку, как они переделали. ...вылиже на симу магического урона на 1%. Вот как угодно её переделывать, чтобы можно было спокойно играть физик ДПСами и так далее. Потому что, серьёзно, какой смысл создавать воина ночнорождённого, если у тебя не будет работать пассивка вообще никак. Никаких вариантов. Или ханта. Ну, ханта будет, у него магический выстрел есть. Вот. Именно воин, разбойник. Это как-то глупо. Не знаю, не проработано, что ли. У Балдельфов уже такой пассивки не было, когда они там в чисто магической расе были. То я не знаю, что у Балдельфов изначально... ...не было ни одного класса, который не пользовался маной. Тогда ещё ханта. Хуги только были. Кто? Роги? Роги были. Ну, может быть. Ханты тогда маной использовали ещё. Воинов у них не было. Вольных не было, да. А ты были на маню. Мы отрекшиеся. Мы убьём всех, кто встанет у нас на пути. Ну, пойду теперь людей убивать. Может быть тяньки сломали, да. Вертлигар сломал в прошлый раз. У нас развелось девушек стримерш. Всё ломают. Я считаю. Вообще девушки всё ломают. Точно. Ребятки, у вас проблемы. Да. Тянь не нужны. 2D. 2D тянь лучше, да. Знаешь про пингвинчика этого, который умер в прошлом году? Нет. В общем, в японском зоопарке жил пингвинчик. Вот. Старенький уже был. У него была самочка. Самочка взяла и ушла к молодому самцу. Предательница. Вот. Тогда ему япошки посадили, короче, в вольер. Этого. Фигурку аниме. Фигурку аниме девочки, да. И он с ней влюбился, ухаживал за ней. И так и так и так и так и так и так и так. И вот он умер в прошлом году. Ужасная история. Да. Знаешь, что это доказывает? Нет. 2D тянь лучше, чем 3D тянь. И вообще тебе не нужно. Каталист. Веди себя хорошо, пожалуйста. Всё хорошо. Я сразу вспоминаю эту картинку. Не надо говорить про тонкий лёд. Вперёд. Гата. Работай. Ну. Я ж убил их. Тупая валькира. Как хорошо воинам. Агришь толпу, потом добиваешь всех победным раузом. У вас хоть и у Ешки есть. У меня нет. Кто ты такой сказал? У меня нет, но у меня нет. У меня проделка ещё не появилась. О, сейчас буду людей выкапывать. Как раз созрели. Люди созрели? Да. Там классная. Да. Там классная цепочка квестов. Про место, где, короче, сумасшедшие учёные выращивают людей. В земле. Найс. Да. Там ещё есть квест где-то. Типа. 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 А у Наркотики доходят нормально? Типа. 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 сейчас крючок вас будет массово убийство пулемет вам растры почувствую себя короче это немцы раектором мировой уж старин за таких то есть ты вчера не ничего не продал по факту почему комит торговцы приходили а вот торгашам можно продавать да интересно они наркотики покупают я не марка торговец просто просто глины пол склада хотел выращивать еду получились почему-то наркотик нет не так это все было короче ко мне же этот парень пришел который бежал от каких-то там дикарей да и он пришел во первых наркоман а во вторых он это откуда-то у него очень много было наркоты вообще-то у тебя наркоты было до того как тебе пришел пацан не получилось тогда я у тебя стрим через час с гора и у тебя 500 изменился турнир в 19-23 ты хочешь поговорить просто ты а вы не можете решать эти вопросы как-то в личку я конечно может быть слепой что-то не понимаю ну ладно хорошо еще закончишь это некрасиво вот составленное того расписание ладно всем спасибо ссори за такую тогда ситуацию к сожалению внезапно изменилось расписание такое у нас к сожалению бывает на гохе всем спасибо кто был сегодня всем спасибо кто закинул донаты всем пока увидимся завтра спасибо